Восемь докладов. Восемь заявок на доклады. А презентации никто не скинул. Группа биоэнергетика. Вы готовы? Кто там? Где он? Где они? Готовы? Начинаем. Добрый вечер. Сам Ариф Александр, группа биоэнергетика. Тема нашего сегодняшнего доклада – стратегические направления развития энергетики региона. Итак, что же такое стратегическое направление развития энергетики региона? Наша группа пришла к выводу, что стратегия – это недетализированный план, направленный на достижение глобальной цели. Стратегия определяет вектор развития, необходимые ресурсы, методику их рационального распределения и их взаимодействия. Также дальнейшее движение к цели при разных сценариях развития. Следующий слайд. Мы считаем, что стратегические направления развития энергетики должны сочетать экологичность, энергоэффективность и энергосбережение. Биоэнергетика – это стратегическое направление развития энергетики, в особенности Свердловской области. Она удовлетворяет данным критериям и имеет огромный потенциал ресурсов, то есть торф, отходы, лес и прочее. Мы считаем, что развитие биоэнергетики необходимо включить в стратегию развития энергетики региона. Следующий слайд. Я передаю слово Смирнову Максиму. Максим Смирнов. Как мы уже говорили, наш регион богат биологическими источниками энергии, как торф, лес и биологические отходы. Рассмотрим на примере развития энергетики нашего региона, на примере биологического комплекса, на примере ревтинской птицефабрики. Мы отобразили это на нашей схемке. На схемке видно сама птицефабрика с ее жителями и отходы их жизнедеятельности. Вкратце, если бы быть, то отходы жизнедеятельности наших птиц помещаются в сушилку. Здесь они подвергаются сушке. Затем они попадают в котел, где сжигаются. Далее при сжигании топится котел. Котел нагревает воду, соответственно, дальше пар попадает в паровую турбину и раскручивает генератор, который выделяет электроэнергию. Также имеется у нас цикл выделения подогретой воды и цикл выделения золы и остатков с переработанного отходов жизнедеятельности наших птиц. В результате получается минеральное удобрение, которое тоже мы можем использовать в продаже. На этом слайде мы сделали небольшой расчет окупаемости данного предприятия. На верхней прямоугольничке отображена числа как по мощности, так и сумма по электроэнергии. Данная птицефабрика из сети закупает ежегодно 2525 мегаватт мощности, что равняется 161,6 млрд. рублей. Также у нас есть тепло, на которое мы тратим 108 млн. рублей. Далее, если же мы будем применять наш биокомплекс для собственных нужд, биомассы данная птицефабрика утрируя производит 134 тысяч тонн в год. Переработавая биомасса в энергетическом комплексе с использованием генератора мощностью 6,5 мегаватт, мы производим электроэнергии 22 900 мегаватт в год, что равняется 52,6 млн. рублей в год. Тепловой энергии получаем 100 214 гигакалорий в год, что равняется 47,8 млн. рублей. И минеральных удобрений мы получаем около 8000 тонн в год, что равняется 90 млн. рублей в год. При успешной продаже, соответственно. Стоимость данного проекта у нас составляет 1 млрд. рублей. Окупаемость данного проекта по нашим расчетам составила 5 лет. В дальнейшем все у нас уже идет в прибыль. И ежегодная прибыль, ну и самоокупаемость при работе у нас составляет 190 млн. рублей. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, вопросы. Так, у меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет с вашей электростанцией на биотопливе, вот с этой описанной, если вдруг случится такой казус, как банкротство птицефабрики? Ну, соответственно, перестанет тоже работать. То есть она? Да, ну это единственное сырье, которое… Получается, что она в зоне риска и зависимости от… Да, ну она и строится, как бы, получается, на работу, на собственные нужды. То есть если предприятие уходит в банкрот, либо… То есть эта электростанция принадлежит предприятию, получается? Предприятию, да. И в тех условиях у нас просто нет на данный момент, как я понимаю, да, и считает наша группа, нет условий, чтобы данный комбинат, да, как выдавала в сеть мощность, продавала электроэнергию в сеть. Если же это, конечно, было возможно, то привозной биоматериал, и мы можем это отдавать в сеть. Ну понятно, то есть это напрямую завязано с бизнесом, это не курит. Да, верно. Это… Костров и Екатерина, это же группа, вот, эта электростанция может работать на любом органическом топливе. То есть это можно заменить на палеты? Это вы сейчас выдумываете или… Нет, я добавляю, я из этой же группы. Разное мнение услышала. Ну, может работать, но я же говорю на привозном, то есть если есть возможность выдать мощности электроэнергии в сеть, то, соответственно, можно либо довозить какой-то биоматериал, и она будет выдавать и питать, а если она на собственных нуждах, то смысл тогда… Я поняла, спасибо. Еще вопросы есть? Вот я вот что хотел бы понять. Я понял, вы с Рестницкой Греста разговаривали, вернее, с этой птицефабрикой разговаривали, общались? Нет, еще не разговаривали. Нет еще? Нет. Они еще не знают, что у них такой замечательный проект под боком? Пока нет. А откуда данные? Данные мы получили… Можно, Миша, верну? Да, давай ставь вот это. То есть вот эти вот данные верхние, которые берутся с тепловой сети, мы взяли… Ну вот в интернете выложена заказываемая мощность, что по энергии, что по теплу. Ну и в том числе биомассовую вот. Да, и биомасса это тоже. Где взяли? У них на сайте выложено… У кого? Рифтинской ТЭЦ. На Рифтинской… Птицефабрики. Птицефабрики? Да, да. Что касается… Мне свой ресурс выкладывают на сайт. Нет, что касается количества топлива, то я взяла его из выписки Министерства агропромышленного комплекса. Вот, это точно… То есть вы хотите сказать, что это вы не слезали проект ниоткуда? Нет, нет. Мы сегодня целый день его рассчитывали. И это не тема чьего-то там курсовой работы? Нет, нет. Это вот прямо вы сейчас здесь сделали и сделали. Да, да, да. Вот смотрите, количество биомассы я взяла из документа, который Игорь мне прислал из Министерства агропромышленного комплекса. Вот, количество электроэнергии, тепловой энергии запрашиваем предприятие, у нас Ксения взяла из ежегодного отчета, и у нас есть специалист высшей категории, который производит просто гениальные расчеты буквально там за несколько часов. То есть вы все расчеты сделали сегодня? Да, да, все абсолютно. И все данные получили сегодня? Да, 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 совершенно верно. Два вопроса есть. Валюлин Камиль, группа сотового энергетика. Не верить, похоже. Вот скажите, пожалуйста, вот верхние электроэнергии, которые справа с прибыли, как они различаются? Что это за электроэнергия? Просто непонятно слегка. Вот это ты имеешь в виду? Да, вот это и чем? И вот это, да. Это из сети, из то, что есть сейчас, то, что потребляют. То есть сколько они за год потребляют? Да, верно. А это, соответственно, то, что будет вырабатывать биокомплекс в течение года. А почему у вас, вот я сейчас так по-быстрому посчитал, верхняя электроэнергия по 3,16 за киловатт в час, а правая электроэнергия по 2,29? Вы же понимаете, вот эта электроэнергия зависит от, как работает, как заказывается мощность сети. Мы понимаем, да. Может, 2,80, может, 3,5, ну, как расчетчик посчитает. Мы когда посчитали, что электроэнергия получилась по 3 рубля, это просто несовершенство планирования закупа электроэнергии ревтинской птицефабрикой. Они, видимо, не соблюдали законодательство, поэтому закупали электроэнергию дороже. Это зависит от работы специалистов. Есть еще вопросы? Токарев Константин, группа Ямал-Урал. У меня тоже вот вопрос по расчетам. Не совсем понятно, как масса пересчитана в тепловую энергию. Это что сжигали и какой теплота сжигания топлива? Вот здесь вот так получается. Что за биомасса, это что подразумевается под биомассой конкретно? Куриный помет. Калорийность куриного помета 2756 килокалорий на килограмм. КПД котла 0,85. При сжигании. Да, да, да. Откуда? Вот просто… Подожди секундочку. Миша, можно обратно верни на слайд? Назад. Нет? Ага, вот. Вот просто момент по поводу как раз сушки. То есть я не слышал, чтобы именно сжигали помет. Вот его сначала сбраживают в газ, и газ вот сжигать можно. А вот как помет, я не совсем представляю, как в котле можно помет сжечь и получить такую гигантскую цифру по теплу. Ну, то есть есть… Вот там есть подсказка, раз уж вопрос есть и есть адекватный ответ, так давайте пользоваться. Есть два метода, как получать газ. Либо сбраживать его в закрытых резервуарах, но это опасно, потому что в закрытом помещении метан очень взрывоопасен. Либо можно его сначала сушить, а потом сжигать. Это уже гораздо более безопасно. Отходы? Помет сжигать. Помет сжигать. Ну, ладно. Я потом спрошу отдельно тогда. Давай. В этом проекте… Что значит отдельно? У группы лично. Извиняйте, вам готовы отвечать. Нет, у группы лично, но… Ну, кто еще не верит в состоятельность расчета у группы? Сломались. Пожалуйста. Я верю, но… Нет, нет, только у нас правило, в микрофон только надо говорить. Здравствуйте, Игорь. Оренбург. Хотел спросить, это технология в мире где-то применяется еще? Или это ваши сегодняшние инновации, сегодняшние идеи? Да, конечно, это существующие… Конкретно. …существующие технологии, проекты, которые уже… Конкретнее. В каких странах, в каких городах? Да, в какой странах, в какой производстве, где это используют. Я так и знал, кстати, что в Канаде. Ну, это очень применяемо в Евросоюзе, в Швеции. Откуда у вас эта идея вообще возникла? Это не вопрос, мне кажется, на понимание. Это точно. Микрофон. Там вот рука была вот. А, можно вопрос? Угу. Группа по тесту, Григорий. А вот вы сказали, я не ослышался, что калорийность тонны помета 2,700. То есть, это даже выше некоторых углей, которые у нас в России производятся. Да. А это тонна натурального топлива или условного? Нет. Условно не переведено. Подождите, так условного тогда еще больше будет? Ну, условно. Я поэтому и спрашиваю. Условно условного? А когда его высушишь, там столько массы в нем не будет. Вот в чем проблема. А теплота сгорания именно с сухого, уже высушенного, дано, на килограмм. Ну, то есть, 2000 ккал на килограмм. Это сухой помет. А биомасса вот 134 тонны, 1000 тонн, это скорее жидкая. Выход влажный, как бы, да? Влажный выход. То есть, у вас… Не рабочая, как бы, а… Ну, понятно. Запасы надо подкорректировать с учетом минус влага. Ну, если бы быть точнее, да, мы же не составляли какое-то прям техническое задание. Прям вот это все равно округленные цифры, которые можно было взять из интернета и из писем, да. Соответственно, и вот эта вот мощность, она взята с запасом, да, допустим. Предприятие может наращивать свои мощности, соответственно, генератор может быть больше-меньше, да. Ну, мне кажется, вот прям вот каждой циферке не стоит придираться. Да, наверное, по принципу. Вот что я хотел узнать. Ну, я думал, ну, ладно, сдули где-то данные там, ну, подтянули, чтобы показать, что-то, и у меня к этому отношение было такое постороннее. Теперь у меня отношение, конечно, резко поменялось. То, что группа взяла на себя труд, вообще осмыслит конкретный какой-то пример, чтобы дальше опираться не на чьи-то фантазии, даже свои. Это достойно. А вот у меня отсюда следующие все равно вопросы. Ведь это, получается, неплохой проект, и можно его продвинуть, да, созвониться с Минагропромом, с Рейхсинской фабрикой, посмотреть, насколько они заинтересованы, может быть, они заинтересованы, сделать им проект и продать его. На три игры хватит, или сколько? То есть, хороший проект, если он хороший проект, то они его реализуют, видимо, да? И в этом смысле у меня возникает вопрос. Вы предлагаете включить этот проект в энергостратегию региона. А зачем? Ну, проект хороший, не спорим. Например, вот он у нас сходится, и на самом деле очень хорошая экономика, очень привлекательная, все ухватятся, птицефабрика ухватится, область даже может быть помочь. А стратегия тут при чем? Давай, пожалуйста. Я понимаю, что не вопрос на понимание, а задаю, но там я услышал. У нас есть ресурсы, биоресурсы, и пока больше ничего не услышал. Еще, да. Стратегические направления экологичности, энергоэффективности, энергосбережения. Здесь мы, получается, можем уничтожать существующие завалы помета, которые сейчас в Древчинске просто складывают на свои поля, на которых ничего не растет, потому что там очень много помета, это уже токсично. Ну, понятно, да. Ну и складывают, и складывают. Причем тут стратегия региона? Ну, складывает кто-то помет. Это же не экологично складывать помет? Ну, не экологично. Но их же никто не штрафует. Мы будем меньше, ну, эти предприятия будут меньше потреблять энергии сети, соответственно. И они получат от этого экономическую выгоду, они будут более успешными. А стратегия тут при чем? Я понимаю, что проект хороший. Я не спорю, что он экологичный, он энергосберегающий, он энергоэффективный. Все понятно. Но стратегия при чем? Как это выходит на стратегию? Ну, мы будем использовать местные ресурсы области. У нас... Так, 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 так. Уменьшение привозного топлива. О, понял. Насколько? Если уж умеете считать. Ну, это из расчетов. Насколько хватит... Куриного помятка. На 6 мегаватт. На 6, сколько? 6 мегаватт? Ну, это конкретно для репчатского на 6 мегаватт. На 6,5 мегаватт. Да. Это стратегично? Ну, и же можно ставить не только на птицефабриках. Мы можем также использовать свекольный жмых. Ну, мы еще... Можно я это... Да, да, да. То есть мы изначально начали рассматривать вообще птицефабрику Свердловская. Ну, начали рассматриваться и получается то, что птицефабрика это уже на грани кризиса и закрыто, да? При замороженном производстве в связи с нехваткой кормов. То есть есть экономические проблемы у наших птицефабрик Свердловской области, да? Да. А это вы откуда знаете? Это тоже открытые данные в сети есть. А где, где, в какой сети? Интернет. А где, в каком месте интернета? Вы меня посылаете в интернет? Нет. Это вселенная? Откуда информация, почему птицефабрика Свердловская на грани... Свердловская или Ревтинская? Свердловская. Свердловская. Да, Свердловская. Да, да. То есть и у нее-то выход биопродукта, ну, в два или в три раза больше, чем у птицефабрики Ревтинская. То есть, ну, вот поэтому мы решили все-таки на существующие... Это, которое, когда едешь в Кольцово, ты ее чувствуешь, да? Да, 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 да. Вот это ресурс, ресурс чувствуется. Понятно. Да, кстати, вот хорошо было бы. Ну, ее, вроде бы, ее и так... И так, и так, вот я понял, теперь я понял, теперь вроде бы у группы мысль-то была, вот только как раз ее, это ведь, ну, как бы это трамплин для стратегии, а в стратегию это здесь вот вы как бы не прошли, а сейчас вы начинаете мне про нее говорить. Я говорю, дотянем ли мы до стратегии вашу группу или нет? Мне пока непонятно. Вы говорите, что 6 мегаватт плюс там еще в два раза больше, а это, значит, 13, а это уже 20 мегаватт. Это тенденция, но 20 мегаватт, но все равно не стратегично. Ну и пусть 20 мегаватт раскрутится, пусть 30. Ну, мы уже можем построить не только на Левчинской, мы можем такие же электростанции построить на торфе, на древесных пилетах. Ага, ага. И что будет? И там уже из расчетов будет ясно, но это же много их будет. Их будет сколько много? Ну, вот так мы еще не считали. Ну, на всю область мы еще не посчитали, сколько нужно. Не посчитали, да? То есть мы конкретно... В том смысле, непонятно еще. Ваши расчеты покажут, что это не стратегия могут показать, или покажут, что это уже стратегично, да? Ну, да. Ваши соотношения уже к Крефтинской получается много. Ну, смотрите, я понимаю так. Мне это интересно, потому что если где-то тут стратегия возможна, то надо на нее добраться. Я предлагаю группе тогда поработать, потому что мы знаем, что сегодня в области все топливо привозное. Если говорить про энергетику, то привозится газ и уголь. Два вида топлива органических. Уголь из экибастуза, и поэтому он еще дальнепривозной, еще дорогой, и специфический, еще и не экологичный, естественно. Рейфтинской ГРЭС в том числе там по 2 миллиона тонн на склане лежит, и завозится постоянно до 15 миллионов тонн в год. Много завозится. Газ столько же. Грубо говоря, половина электроэнергии, там чуть больше 50%, там 54, там вырабатывается на газе, на угле вернее, и чуть меньше, там порядка 45 на угле, плюс мазут 1%, все. Из угля местный уголь заканчивается в 2014 году. Его потребляла богословская ТЭЦ, они уже на нем работать просто не могут без газовой подсветки, и программа заканчивается в 2014 году. То есть местного топлива в топливном балансе энергетики не будет точно. Вот теперь тогда, если мы заменим богословскую ТЭЦ, а это сейчас работающих, наверное, мегаватт там около 70, может быть, из установленных там больше 100, то это уже какой-то масштаб, да? Ну и еще вроде бы даже не стратегия. И вот надо понять, если вот этот пирог, да, надо, конечно, добавить туда атомную энергетику, и у нас получается сегодня почти две ноги. И это, с одной стороны, хорошо, что не одна, с другой стороны, плохо, что там не больше. И я понимаю, что вы целите примерно в ту же точку, в которую нацелена была стратегия развития энергетики Германии, про которую Шевелев говорил. То есть у них-то ведь примерно, во всяком случае, у них 20% они взяли с помощью ВИО, но на 20% они перестали заводить органическое топливо и сжигать его. Даже если они не боятся там российского газа, просто они перестали сжигать, например, вот привозное топливо здесь. Я понимаю, что здесь нам надо понять тогда, каким образом мы выходим на стратегию, говоря о том, что биоэнергетика, это может работать. Это вы сегодня доказали, тут вопросов нет. Я принимаю, что доказательства такие вполне могут быть, если точнее их посчитать. А может быть, даже сделать надо и налоговые льготы, потому что, если это уже интересно, ну поддержать, да, почему бы нет. Но тогда зачем это делать? Зачем все-таки принимать это стратегическое решение? Ведь мы должны, вообще-то, губернатора убедить. Ну, чтобы это заработало. А он скажет, да зачем мне это надо? Ну, тут мы рассматривали именно еще вот, как кластер мы его назовем, что ли, именно вот отходы жизнедеятельности на птицефабрике. Ну, кроме этого же у нас еще есть огромное количество торфа, да. Я и говорю, вот давайте, может быть, вы завтра посчитаете, вот биоресурсы, биоресурсы, а никакую часть привозных ресурсов могут заменить. И насколько это, вот эта часть стратегична, сколько стоит того, чтобы, ведь совершенно новую энергетику надо создавать. Смотрите, ведь, скажем, в Германии создали новое энергомашиностроение, они создали новый класс неокр сами у себя, нигде не покупали, придумали это все. Линейку технологий создали, линейку предприятий, которые создали целую массу оборудования, да, которое монтируется вон, супер, как бы, в прошлом веке и не снилось, что можно башню собрать за один день, за пять дней смонтировать оборудование. То есть это новая технология, еще и сборки, новая технология эксплуатации, они создали вообще новую энергетику и ей вытеснили 20% старой, своей, не своей, атомной, неважно какой, важной вот этой новой энергетикой, точно и серьезно заняли ту нишу, которую им нужна была. Дальше, дальше больше не надо, а вот это пусть будет. Так вот, получается ли у нас вот эта схема, когда мы говорим, мы тоже видим здесь вполне вероятно и целесообразно, вот что главное-то. Да можно, можно, целесообразно на уровне предприятия, целесообразно, а при чем тут регион? Вот, возможно, регион при чем? Давайте завтра тогда поработайте с тем, чтобы понять, насколько это реально доказуемо, да? А сегодня, похоже, есть заявка интересная, спасибо за заявку. Заявка на стратегию, на то, чтобы влезть в стратегию, да? Давайте завтра посмотрим, что это может получиться, вот какие варианты, что это еще может дать, какие еще аргументы вы приведете для того, чтобы показать, что это стратегично. Мы постараемся. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Группа сотовая энергетика. Группа сотовая энергетика. Здравствуйте, мы представляем группу сотовая энергетика и тема нашего доклада – это место сотовой энергетики в стратегии развития энергетики региона. Итак, в начале мы бы хотели прийти. к определению того, что такое стратегия развития. Мы решили не пользоваться готовыми определениями и определили, что наиболее понятными словами, что стратегия развития – это пути, по которым мы движемся в желающее будущее, желаемое будущее. Можно пока следующий слайд? Исходя из этого, мы определили, какие в настоящий момент имеются проблемы у энергетики региона. То есть из этого можно определить, что устранение этих проблем и есть наше желаемое будущее. Мы выделили такие проблемы, как то, что есть некоторые дыры, есть удаленные потребители, которые не обеспечены электроэнергией. Нас не удовлетворяют высокие тарифы. Бизнес жалуется на необеспечение электроэнергии по разным причинам и также на небольшую надежность существующих сетей электроснабжения. Следовательно, хорошее будущее, желаемое будущее – это то, где вот этих факторов нет. Теперь давайте рассмотрим, как мы можем к ним прийти. Мы рассмотрели возможные пути прихода к этому желаемому будущему с точки зрения традиционной большой энергетики и предлагаемой нами сотовой энергетики. Итак, первая проблема – это дыры. То есть нам надо залатать дыры и обеспечить электроэнергию удаленных потребителей. Для традиционной энергетики путь решения проблемы один. То есть это строительство новых сетей, передающих, подстанций и распределительных сетей. Три шага. Для сотовой энергетики это также разбиение потребителей по сотам, создание генераторов по этих сотах, создание распределительных сетей в сотах и тогда мы залатаем эти дыры. Следующая проблема – это высокие тарифы. Мы стремимся к низким. Как мы можем их создать? Мы можем создать конкуренцию на рынке энергокомпаний. Ее можно создать только разделением сетевых компаний. Но стоит отметить, что это физически невозможно. Также мы можем уменьшать различные составляющие тарифов на электроэнергию. То есть уменьшить потери, как коммерческие, так и потери в сетях. Либо уменьшить цену генерации, что возможно при уменьшении цены на топливо, которая составляет более 80% от цены генерируемой электроэнергии. И также дальше пойдем к следующей причине. Это необеспеченность бизнеса электроэнергии. Тут несколько факторов, которые влияют. То есть некоторые представители бизнеса не жалуются на то, что электроэнергия слишком дорогая. Следовательно, если мы достигнем низких тарифов, эта проблема отпадет. Некоторые жалуются на то, что в некоторых точках невозможно присоединиться к электрическим сетям. Следовательно, если мы золотаем все дыры, то мы решим и эту проблему. Другие же жалуются на недостаточную надежность существующих сетей. Следовательно, эту проблему мы решим увеличением надежности. То есть решение этой проблемы следует из решения других. И последняя проблема – это увеличение надежности. К ней мы можем ее решить только реконструкцией существующих сетей. Это метод традиционной энергетики. Теперь рассмотрим основное наше преимущество сотовой энергетики. Она дает возможность и создает площадки для развития других научных разработок, таких как умная энергетика, например, биоэнергетика и другие. Следовательно, через создание вот этих площадок мы можем прийти к уменьшению потерь в сетях, то есть будет место, где будут обкатываться новые технологии и внедряться. Точно таким же образом мы можем прийти к уменьшению цены генерации и увеличению надежности. Для бизнеса сотовая энергетика дает возможность развития, то есть стать такой маленькой энергокомпанией и, следовательно, убрать другие проблемы обычной электроэнергетики. И также создать конкуренцию, о которой я уже говорил, и уменьшить, следовательно, тарифы. Можно следующий слайд. И теперь из этого слайда мы убрали те причины, то есть те пути достижения наших целей, которые как бы невозможны. То есть мы не можем уменьшить цену топлива, особенно вот в Свердловской области, так как это топливо привозное, мы на него не влияем. Мы не можем разделить сотовые компании. Следовательно, как бы доля возможностей сотовой энергетики в развитии, исходя из этого, увеличивается. Так. И сейчас я хотел бы передать слово коллеге, который расскажет о как раз Свердловской области. Здравствуйте, Сержантон. Здесь схематично изображена Свердловская область с линиями электропередач вплоть до, от пятисотки до сто десятки. На южных районах территория области хорошо обвязана единой энергетической сетью, но в некоторых районах, особенно Север и Северо-Восток, единая сеть не присутствует. Тем не менее, в данных территориях находятся населенные пункты, особенно в долинах рек Лозьва и Пилым. Ввиду чего можно предположить, что данные населенные пункты либо не электрифицированы, либо электрифицированы при помощи дизель-генераторов, что экономически не очень выгодно, так как топливо привозное. И эти районы в первую очередь могут послужить для плацдарма внедрения сотовой энергетики. В дальнейшем сотовую энергетику также можно развивать и уже в вязаных районах, если она докажет свою экономическую выгоду. Можно следующий слайд? Исходя из этого, мы хотим сделать следующие выводы, что одним из важнейших стратегических направлений развития региона является создание площадок для воплощения новых технологий, потому что именно таким путем мы можем решить большинство проблем. И сотовая энергетика может быть такой площадкой, параллельно, кроме того, решая и другие стратегические задачи. Можно следующий слайд? И на этом бы хотелось закончить свой доклад, оставив на слайде данные высказывания. Спасибо. Вопросы? По вопросам пока. Правильно я понял, что вы, как группа сотовой энергетики, видите в построении этой сотовой энергетики возможность и целесообразность участия, концепций и наработок умной энергетики? Да, вполне. Они там пригодятся. Они вполне как бы уживаются, да? Сотовая энергетика подрывает более высокую интеллектуальную составляющую в технологиях, да? Да, скажу больше то, что сотовая энергетика может быть плацдармом для обкатки этих технологий. То есть она может предоставить эту площадку, где какие-то технологии умной энергетики можно исследовать, как бы обкатать, улучшить. Спасибо. В этом смысле она другая уже энергетика, да? Она и в этом смысле новая качество. Да, можно сказать. Хорошо. Вот у меня вопрос. Я правильно понимаю, что сотовая энергетика противопоставляется все-таки энергокомпаниям или не совсем? То есть вот я услышал, что в начале залатывание дыр, а потом, может быть, и с централизованной энергетикой. Ну, в начале, да, видятся параллельные пути развития, а затем, возможно, конкуренция, так как сотовая энергетика, не сказать, что мы противопоставляем себя энергокомпаниям, это скорее альтернативный путь распределения электрической энергии. То есть не централизованный, а скорее децентрализованный, вот этот именно принцип сотовости. И я так понимаю, что это заявляется в качестве стратегического направления, то есть что государство сегодня должно сделать ставку не на энергокомпании и, в общем, их самые разные проблемы там и так далее, а сделать ставку на другое. Я правильно понял? Не сказать, что сделать ставку, а то, что развивать это из развития вот сотовой энергетики, мы можем получить что-то качественно новое. Например, ту же беспроводную энергетику, которую все так хотят, как мы поняли. Ну, вот когда сделать ставку, я так понимаю, что надо ведь либо то, либо то? Или вы говорите о том, о совместном? Мы говорим о совместном. То есть, а в дальнейшем, если сотовая энергетика окажется конкурентно способной, то она вполне может вытеснить обычно. Но вначале мы не позиционируемся как конкуренты. Понятно, спасибо. Суждение, пожалуйста. А, так, можно еще вопрос последний? Да. Значит, правильно я понимаю, что создание площадок для развития и научных разработок вы понимаете только как совершенствование вот этих вот инноваций технологических? Не совсем так. То есть, какая ситуация складывается со многими проектами нынешними и технологиями? То, что, может быть, и рады были бы попробовать эту технологию, но не хочется вот как сразу внедрять там 6,5, как нам говорили, мегаватт этой мощности. Может быть, это не окупится, а это дорого будет. А мы как раз сотовая энергетика дает такую площадку. То есть, попробовать сначала в маленькой соте вот эту технологию. Если она там докажет свою жизнеспособность, то мы можем отмасштабировать ее на другие соты, увеличить эту технологию. Понятно, спасибо. Мне несколько суждений. Мне кажется, правильным курс групп... Да, вообще мне понравился вот такой тезис первый. Стратегия – это путь в будущее. Группа поняла для себя, что... Желаемое будущее, мы говорили. То есть, будущее само по себе так и передает. Да, я редуцировал до этого, при этом подразумеваю, что, конечно, желаемое. Даже не спариваю. Естественно, желаемое будущее. Другое дело, что этого будущего группа не нарисовала. А это мы нарисуем завтра. А-а, хорошо. Не предъявили, да? Хорошо. Вот если группа еще думала над тем, что такое желаемое будущее, именно в своем ключе, это было бы очень интересно. А вот увидеть будущее с другой энергетикой, которая лучше, интересно. Но интересно почему? Чтобы узнать, а что такое новая энергетика? Вот чем она будет отличаться? И то, что говорил Константин Филиппович по поводу принципа сотовости, сегодня у вас прозвучало принцип сотовости, но он не раскрыт. Вы назвали. И принцип сотовости у нас тоже будет. Ну, как типа так, называнием. А что такое принцип сотовости? Вот я попробую себе порассуждать. Я не знаю. Возможно, группа это все обсуждала, и я говорю банальные вещи, но тогда в финальном докладе вам надо это восстановить, потому что мне кажется, что это существенно. Вот сотовая энергетика, например, это какая-то новая энергетика. Группа работала 6 дней, и понятно, что она уже что-то представляет. Какая-то новая энергетика. Но ее бы хорошо выставить с убедительностью, что вот это вот новое. Что такое новое? Очень хорошо. Я думал, что вот приеду, буду придираться к сотовой энергетике насчет того, что она не отвечает на вызовы времени, если не отвечает. А у вас это было. То есть сотовая энергетика – это та, которая способна ответить на вызовы, которые сегодня есть, и на которые не способна ответить традиционная энергетика. Один из пунктов ваших. Я считаю, это очень сильный пункт. Мы говорим, вы смотрите, Абрамов что сказал? 70% России до сих пор не электрифицировано. Понятно, что это малонаселенная Россия, но тем не менее, вот эти пространства мы не можем освоить, потому что мы не можем там развернуть традиционную энергетику. Там это очень дорого. Там это не будет работать. Ну и не осваиваем поэтому. Возможно поэтому. То есть это энергетический порог, почти по-крыжановскому, да? Пока мы не сможем. Это нового рода энергетический порог. Если мы говорим, сотовая энергетика – это сначала я подумал так, сотовая энергетика – это энергетика, которая всегда со мной. А может быть по-другому. Сотовая энергетика, вот тут надо вот это понять, сотовая энергетика – это там, где мне надо. Или там, где я есть. В этом смысле я бы не списывал с счетов карманную энергетику, которую Константин Овчинников нам предлагал, да? Карманная энергетика всегда с собой. Другое дело, что она и так уже есть. Ее можно просто включить в этот состав. Или говорить, нет, это другая энергетика. Ну с карманной ладно, она как-то меня меньше беспокоит. А смотрите, мы обсуждали уже, и этот термин я припоминаю с прошлой игры, такой термин – персональная энергосистема. Это когда мой дом, моя энергосистема. Я предлагаю, материалы, кстати, где-то есть, посмотреть, они, мне кажется, про вас, потому что сегодня нету персональных энергосистем. Это словосочетание, придуманное на игре. А его никто не знает. Его, наверное, мне кажется, в гугле вы не найдете, потому что, ну я помню, что придумывали здесь ребята его на прошлой игре. И они работали в этом же направлении. И там неплохо, кстати, работали. Почему бы нам не, вот, 10 лет АДИ, не поднять что-то, не поднять архивы и посмотреть одну статейку Андрея Лекомцева, по-моему, Виталия Соломейна. Они там очень неплохо прошли похожий с вами путь. Вот, словосочетание до сих пор мне душу греет, но пока оно, ну как бы, пустое, пока не наполненное смыслом. Но нет, почему наполненное? Это моя персональная энергетика для моего дома. Если такая энергетика возможно, то ведь получается, я могу строить дом, где хочу. Только надо понять. Скажем, ко мне подвели газовую трубу и говорю, и провода ко мне не тяните. Я ставлю генератор, БПЦ инжиниринг, который мне сказали, любая линейка есть, он выступал, любой, бесшумный, кстати, умный автоматический. То есть, не надо, вам не надо там ничего делать. Он сам работает, сервисная компания сидит в Нью-Йорке или в Екатеринбурге или в Москве и диагностирует режим работы, запас топлива, все что угодно. Это, мне кажется, к вам. И БПЦ инжиниринг к вам. И вот идея персональной энергетики и управления нагрузкой, управления накоплением, устройствами накопления энергии. И тогда мы получаем новую, как бы, демографическую политику. Селитесь, где хотите. Не надо конкурировать за места. В России мест много. Вы можете выбрать себе красивейшее место, построить себе там дом и все у вас будет, потому что у нас есть решение по сотовой энергетике. Иначе вам-то будет холодно, понятно, что там без света и тепла, и горячей воды жить никто не захочет. Но ведь, кроме этого, мы решаем проблемы даже там, где сегодня есть сети, вы про это, про-то говорили, я согласен, где есть сети, но их очень нескоро отреконструировать, когда там руки дойдут. А сегодня уровень напряжения там ниже плинтуса и жизнь там тяжело. Сотовая энергетика может просто сегодня их пододвинуть. на самом деле, вы же сказали, дизель-генератор же есть, то есть никто же без света не сидит, только они говорят как, включаем на три часа, коров подоили, все вместе, спать легли, ну кто там будет его ночью-то дергать, все выключают. И это не то качество жизни, да? Ведь сотовая энергетика тогда может дать другое качество жизни. Вот, и может гибко включать генерацию или выключать, есть накопители. Вот я предлагаю ну как бы заполнить эту нишу. Это вот момент сотовой энергетики, сотовой как бы индивидуальной, да? Персональной энергетики. Это мне кажется очень интересное решение, хотя оно стоит рядом с тем, что мы говорили про локальную энергетику, про населенный пункт, который там, ну 15-20 дворов. Верхняя Остлянка, например, да? Сегодня населенный пункт, 20 дворов, красивейшее место на берегу реки Часовая, электроэнергии нет. Это, кстати, тоже пункт упоминался. Вот Тагил не может решить эту проблему. Не может почему-то, а понятно, почему не может. Надо строить большой переход через Часовую, чтобы перейти туда. Эти решения, хорошо бы, чтобы ваш, то есть ваша, как бы, программа разворачивать сотовый энергетик была убедительна и отвечала на вызовы времени. Но кроме вызова времени, мне кажется, еще надо, чтобы она несла к себе новые качества какие-то, о которых я тоже упомянул. Не буду там дальше распространяться. Мне кажется, что вы вспомните, что вы говорили, чтобы показать, опять же, нишу и стратегичность. Помните, только что мы говорили с биоэнергетикой, да? А какая ниша? Можно ее посчитать? Вот какую нишу может занять сотовая энергетика, если она может вот это, вот это, вот это, чего они не могут, чего не могут другие. В этом году у нас Уральский Селигер проходил утро 2013, и вот Игорь Радун там организовывал энергоснабжение, там надо было запроектировать быстро, быстро построить, где-то деньги взять и потом это бросить. Ну, потому что ты же построил столбы, все прошло, до следующего года будет стоять. Может быть, я говорю, у сотовой энергетики может обладать она еще и мобильным качеством. Приехала, уехала, слез закончился, уехала и чистое место. Да, мы рассматривали вопрос мобильности как конкуренции. Вот, тогда посмотрите. Скажем об этом чуть позже. Да, посмотрите, может быть, вам надо в своем итоге показать всю палитру возможностей сотовой энергетики, ну, если вы пригласили к себе и поняли, что это уместно умную энергетику, тогда биоэнергетика, то есть энергетика на ресурсах, которые под тобой, знаете, как десантники их учат, или грушники, где находишься, там и питайся. Есть червяки земляные, ешь зеленых червяков там, дождевых, то есть на местном ресурсе. И в этом смысле можно ведь адаптировать тогда их технологии к сотовой энергетике, может быть. Мы не старались привязывать сотовую энергетику к конкретному виду генерации. Во-первых, я понимаю, что не старались, но если опираться на земли, как и где это будет работать? Вот вы про неокр хорошо сказали. Неокр могут развернуты быть разные технологии, но ведь может тогда, я понимаю, что и наши предприятия производить в железе эти технологии, уральские предприятия. Естественно, мы все заинтересованы, чтобы конечные элементы, на которых строилась сотовая энергетика, технические решения были сделаны в России. И вот тогда еще один вопрос. А как вы относитесь к твердоксидным топливным элементам, генераторам на них, к деметиловому эфиру, который может быть элементной базой, ресурсной базой для сотовой энергетики? На мой взгляд, очень интересной. Вы об этом не сказали, я не знаю, говорили или нет. Вот мне кажется, что границы, опять же, каким образом вы строите это направление, как стратегию? Если это стратегия, то это сегодня, вы говорите, вот какое место, причем оно большей частью не занято никем, во-первых, или там половину, а наполовину занято так плохо, что мы легко отодвигаем с помощью пакета решений сотовой энергетики эти решения и снижаем сразу бюджетную нагрузку, экологическую нагрузку еще какую-то на территорию и вносим новое качество жизни. Новое качество жизни. Правильно я понял, что вы поставили задачу на масштабирование сотовой энергетики, то есть от двора, допустим, до нескольких поселков. Пока я мыслю примерно такими масштабами. Я тут даже не говорил бы об... Как вот я говорил про местные виды топлива, например, там, да, про биотопливо, там, 15, 10 или 9 процентов она займет там в топливном пироге, если мы насчитаем, что столько есть. Это уже интересно. Тут скорее вот какие качества может дать сотовая энергетика, где она незаменима. Вот эти операторы сотовой связи, я говорил, нет, на установочном докладе, они пришли и говорят, проблема есть, когда отключается линия, отключается в грозовой период, 60 отключений по компании в месяц бывает. И они подвисают, что делать? Ну, мы теряем связь, мы с вами, да? Они там тоже теряют, как бы, свой имидж. У них есть аккумуляторная батарея, но их на 3 часа хватает. И дальше у них трудно с решениями. Возможно, решения ваши могли бы как-то помочь реально. То есть мы бы направили их в Минтранс. Минтранссвязи и сказали, давайте посмотрим вот это решение, для реальных операторов, которые работают на территории Северной области. Связь у нас не к черту. И в том числе они говорят, из-за вас энергетики. Мы не можем обеспечить нормальное питание, проваливаемся, у нас сота вывалилась, а вы едете по дороге, у вас телефон замолк, потому что электроэнергии нет. вот я к тому, что может быть отбить эти границы не обязательно количественные, а может быть качественные, там где на самом деле это стратегический вопрос, но уже по-другому. Да? Попробуйте. И это, собственно, я предлагаю вам в первую очередь оформить свои результаты, своих размышлений с тем, чтобы это смотрелось на понятную картину, которая можно, опять же, может претендовать на место в стратегии развития энергетики. Хорошо? Хорошо? Спасибо. Еще осуждение? Еще вот немножко добавить, да, по поводу генерации, вы говорите, что не рассматривали тип генерации, вот я считаю, что один из главных принципов это независимость, если мы рассматриваем удаленную соту. Да, естественно. То есть это не газ точно будет, это будет... Рассматривали. Да, с газом проблема. Вот. Но если у нас есть перечень качеств, надо независимость писать. Обязательно, независимость нужно включать. Да. Еще что-то, да? А вопросы из сети, пожалуйста. Прочитайте. Я не верю, прочитайте, Филиппыч. В чем смысл персонализации энергетики с точки зрения цели развития личности и общества? О, какой вопрос. А не только комфорта. Прежде всего, с точки зрения цели развития личности и общества, хочу сказать, что при появлении электричества становятся доступными средства массовой информации, телевизор. И в том плане, если у нас все же правительство будет немножко заниматься интеллектуальным уровнем людей, пропагандировать, допустим, научные каналы больше или познавательные, то считаю, что это и будет развитие личности и общества. Я считаю, что это хороший вопрос для того, чтобы не реагировать сейчас на него, в докладе этого не было, и он как бы не вопрос на понимание, а скорее взять с собой его еще подумать, потому что не исключено, что это вопрос, хорошая подсказка для дооформления вашей концепции, до еще одной грани, которая, может быть, у вас пока меньше была проработана. Но, кстати, мне кажется, это еще и вопрос и группы и общества. Ну, можно такой ответ тогда скорее не групповой, а более такой личный? То, что если личности не надо искать комфорта, то есть все мы хотим какого-то комфорта и тратим на это некоторые усилия, а если у нее есть этот комфорт, то не надо тратить этих усилий, и эти усилия можно потратить на что-то еще, на продвижение общества, на продвижение новых проектов или еще чего-то. Да? Еще, если можно, вот мне кажется, что ставка на разработку технологий, о которой группа заявляла, мне кажется, она правильная. честно скажу, вот... Не ради 30 деревень надо развивать это дело, да? А ради появления технологий. Да, и мне кажется, что вот это, в общем, в каком-то смысле гораздо важнее. Не только ради 30 деревень. Да, и возможно, тогда стоит говорить, если рисовать карту, то возможно, стоит рисовать действительно карту появления на ней новых, ну, в общем, точек, где делаются технологии и какие технологии. В том смысле, что если мы говорим про... Где создается что-то, не где она работает, а где она создается, да? Да, да, да. Потому что, и, соответственно, скорее всего, масштаб ее применения, вот то, что вы рисовали, скорее всего, он должен, конечно, выходить за пределы нашей области. Вот. А, конечно, очень интересный вопрос, что это могут быть за технологии и какого рода, ну, условно говоря, лаборатории, там, где-то, технопарки, они, ну, как бы смогут, в общем, сделать, то есть, какие конкретно производства, каких конкретно частей, скажем, могут быть локализованы на территории Северской области. Мне кажется, вот этот вопрос очень важный и серьезный, потому что сегодня у нас в области ведется, в общем, дискуссия о том, что, так сказать, важно у нас размещать какие-то производства там и так далее. Очень много разных индустриальных парков, а чем их заполнять пока не очень понятно. Но каких-то осмысленных предложений пока не очень много. И в этом смысле я считаю, что энергетика, возможно, должна стать важной частью, частью вот этой вот именно промышленной и, вы правильно говорите, в научно-технической политике. То есть, не окр. Не окр. Да. Да, я вот это поддержал бы, тем более под впечатлением, я сегодня был в Министерстве экономики, обсуждали концепцию научно-исследовательская работа по разработке концепции индустриального парка рядом с Новострадовской ТЭЦ. И там, да, значит, такие размещены резиденты. Рыба, что-то такое, потом золото, ну, это ювелирка, вернее, потом строительные материалы, в общем, солянка, чего-то как нету. Еще, наверное, это самое, Сбербанк, может быть, мне кажется, тоже. Не знаю, там, там что-то было, но там, правда, там возник вопрос с бассейном, говорит, вот мы еще хотели, а, бассейны, что-то такое, куда вы бассейн-то в технопарке, так 7 тысяч рабочих мест, там уже люди будут жить, нет, бассейн не нужен, убрали, то есть ботанический сад. А к чему говорю, на самом деле, вот, мне кажется, очень важный момент, немцы сделали, свою научную базу создали, она разработала пакет технологий, потом сделали промышленность, которая создала ветряки, потом эти ветряки поставили, и дальше Германия сказала, все, хватит. А куда это все теперь? Все теперь они остановят эти заводы? Зачем останавливать? Я думаю, что нет, да, немцы, наверное, не остановят. То есть, в этом смысле, если вы добавляете еще вот этот заход, который предлагает к развитию сотов энергетики, вот тот-то может стратегичности и добавить, а тот, значит, электрифицировать 30 деревень, в чем стратегия, да, а вот если вы говорите, вы создадите технологию, которую потом, как минимум, по России, можете распространить, или там... По всему миру можно распространить? По всему миру, где она применима, да, и вы найдете эти места, тогда стратегичность-то получается в другом, в том, что Свердловская область начнет как бы продавать эту сотовую энергетику. Ну, можно даже сказать, что... Надо тогда понять, тогда что она продает, что она может продать Германии. Вот Германии можешь что-то продать? Да. Интересно. Ну, если честно, вопрос такой, то что я со Свердловской области немножко не знаком, я не отсюда, но я думаю, что если продвинется вот эта технология сотовой энергетики, то... А с Германии знаком? Мы не только Германии будем продавать. Вот-вот, вот как продать нашу энергетику Германии, когда им ничего не надо. Это было бы очень круто. То есть такое качество, которые они молодцы, вложились, а вот такого качества у них нет. И немцы купят у нас. Почему бы нет? То есть стратегичность, скорее всего, это она на самом деле, когда мы начинаем рассматривать системность этого проекта, связанность, связанность проекта и системность его внедрения. Подумайте над этим. Спасибо, вы нам столько пищели, размышления дали. Ну подождите, я не могу еще вот это самое. Я думаю о том, какой формой работы может группа заниматься. То есть чего сегодня не хватает. Мне кажется, что сегодня есть довольно много отдельных разработчиков технологий. Разных, в том числе и, собственно, в энергетике. Хотя прямо разработчиков… В общем, я к чему? Мне кажется, что группа, ее роль может быть в сборке целого. В сборке целого из разных технологий. Об этом мы говорим. Рассмотрим этот вариант. Как сборщик целого из разных технологий и какой-то, так сказать, продукт какого-то. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Группа ПАТЭС. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые коллеги. Мы представляем группу ПАТЭС Абрамов Григорий и Куликова Анастасия. Сегодня мы хотим вам рассказать о стратегических направлениях развития энергетики в регионе. Цель нашего сегодняшнего доклада это сформировать стратегию развития региона, в которой есть место проекта ПАТЭС. Собственно, спрашивая другие группы, мы пришли к выводу, что группы не в курсе вообще про атомные станции в частности. И мы хотели бы немножко донести до вашего эту информацию, но сначала выведем стратегию развития региона. На наш взгляд, что эффективная экологичная энергетика как основа роста энергоемкой промышленности региона может стать нашим главным тезисом. Данная стратегия предполагает снижение стоимости энергии, минимизация экологической нагрузки, максимальную приближенность генерации к центру нагрузки, снижение доли привозимого или водородного топлива в топливном балансе. Собственно, про АЭС. Здесь небольшая сравнительная характеристика, и многие из нас побывали на местный тест. Я думаю, что вы не думаете, что это будущее нашего региона. Надеюсь. В частности, на этой табличке вы можете увидеть, что ПАТЭС может нам существенно, может помочь нам существенно снизить себестоимость электроэнергии, что в свою очередь приведет к естественному поднятию уровня производства в регионе. Капитальные затраты пока несколько выше, чем на ТЭС. Потребление топлива, зато, как вы видите, просто несравнимо меньше. Потребление атмосферного кислорода, что, собственно, является минусом также и биоэнергетики, в отличие от нашего проекта, тоже значительно на ТЭС. Занимаемая площадь, что, собственно, тоже немаловажно в нашем густонаселенном довольном районе, в разы меньше, ну, собственно, даже если не учитывать золотвалы, которые также занимают значительную территорию. Численность обслуживающего персонала нашей АЭС также в разы меньше. Сроки сооружения в принципе сопоставимы. А главное, это высокопроизводительные рабочие места, о которых нас ждет президент. На данной схеме мы показали наиболее энергозагруженные места Свердловской области со средачением промышленности. Это Серово-Богословский энергоузел, Нижний Тагильский район, Верхний Тагильский район, ну, не буду себе перечислять, хотелось бы просто остановиться на Серово-Богословском энергоузле. Цель нашего доклада даже сводится к тому, чтобы расположить в данном энергоузле нашу станцию. Объясню почему. Ну, с Богословским алюминиевым заводом мы там уже опоздали, откровенно говоря, дабы его сохранить. Но в данном районе рассматривается строительство индустриального парка Богословский, который подразумевает как энергоемкость производства, так и создание там новых рабочих мест и прочего. И в том числе и недорогой электроэнергии и тепловой энергии. В частности, мы посчитали, что если энергобеспечение парка, как планирует администрация города, осуществлять от действующей Богословской ТЭЦ с высоким тарифом на тепловую энергию в районе 700 рублей и потреблять электрическую энергию из сети, которая в районе 2,5 рублей, на наш взгляд, это приведет непонятной ситуации, которая может сложиться через несколько лет. Потому что то производство, которое будет размещаться на территории индустриального парка, подразумевает достаточно большое потребление ресурсов и в себестоимости может доходить до 50%. Это передел алюминия до конечного продукта, извлечение скандия и другие производства. Наша станция по ТЭЦ при внедрении может снизить затраты на производство этой продукции. Мы посчитали, что гигакалория может стоить в районе 350 рублей вместо 700 существующих. Это уже облегчение. тариф 90 копеек вместо 2,5 рублей. Это достаточно серьезное снижение. Плюс неиспользование сетевой составляющей. Далее, в этом регионе обильно развиты шахты, в которых мы уже можем разместить данную станцию, не присоединяя ее к сети и обеспечить энергоснабжение именно этого индустриального парка. Плюс мы можем поймать еще и социальный момент в этой строительстве. Подать тепловую энергию на нужды населения города Красотуринска, который просто поимеет в два раза снижение затрат в своих листочках в оплате своих коммунальных услуг. Сегодня у меня состоялся разговор с администрацией города Красотуринска, именно замглавы по энергетике и ЖКХ. В принципе, они тоже смотрят этот вопрос, прорабатывают по строительству ПОТЭС. ПОТЭС, но они рассматривают? Да, один из вариантов, один из вариантов, у них есть ПОТЭС, но приоритетом они пока выделяют блочную газовую станцию, которую они присоединят к системе и будут привозить газ, который каждый год у нас там планируется дорожать, ну, по крайней мере тенденция прошлых лет. То есть они, не знаю, на наш взгляд обеспечивают в будущем несколько не то, что нестабильные, но ставят под вопрос существование этого парка. Это на наш взгляд. Но тем не менее вопрос этот прорабатывается в администрации. Есть мнение, что да, это возможно, да, это улучшит социальное и экономическое положение, это привлечет рабочие места, это инвестиционная привлекательность данного региона, укасающего на сегодняшний день. И, собственно, на этом примере мы можем транслировать потом в другие энергодефицитные, ну, даже не дефицитные, а энергодорогие узлы, не только в Средневековье области, но и в другие регионы России. Вот это наше мнение на данные. Ну, собственно, то, что докладывала вчера биоэнергетика, мы считаем, это не наше далекое будущее, а наше настоящее уже, это фотографии. Вот, сегодня золоотвал, завтра ботанический сад. Это в случае реализации проекта по ТЭС. И еще раз вернемся все-таки к экологии. Вы видите, опять же, слева то, что выбрасывает у нас ТЭС, вся таблица Менделеева. АЭС, даже по всех пугающей радиации, значительно отстает от действующих ТЭС. Население убедилось? Вот по ТЭС станция будущего. Да, мы также бы хотели пригласить в наш индустриальный парк Богословский, группу Ямал-Урал для развития ДМЭ, диметил, тил, правильно. Мы с вами, ребята. Да, вы с нами. То есть у нас уже есть один из резидентов, который готов к нам прийти. Спасибо. Спасибо. Дадите вопросы. Вопросы. Микрофон дайте туда. Здравствуйте. Максим Смирнов. Вот объясните мне, пожалуйста, как жителю города Краснотуринска. На мой взгляд, вы не совсем точно проработали данную свою позицию по строительству атомной станции в городе Краснотуринске. Ну, сразу же, да, вы говорите, что большое количество шахт. Вы в курсе, что два года назад шахта Северописчанская обвалилась, и город Краснотуринск решился двухстороннего, что ли, как назовем, подъезда к городу со стороны Северописчанского тракта. Так, да, раз. Вот вы, последний слайд был про золоотвалы, можно? Не-не, золоотвалы. Картинка? Да, да. Это вы имеете в виду вот Серовский, да, этот регион. Краснотуринск. Ну, все, спасибо. И про строительство технопарков и вообще о нужности данных мощностей в энергоузле, в частности, городе Краснотуринске. Может быть, стоит лучше вкладывать деньги в реконструкцию Богословской ТЭЦ? А зачем? А зачем? Скажите, зачем? Вы были на Богословской ТЭЦ, как житель Краснотуринска? Я говорю вам, как житель города Краснотуринска. Я был на Богословской ТЭЦ. Ну, смотрите, Богословская ТЭЦ уже завтра 100 лет исполняется. Там уже морально и физически все устарело. То есть, говорить о какой-то дальнейшей перспективе развития города и привлечении туда других компаний, то просто нецелесообразно. Нам нечем их обеспечить той же тепловой энергией. Реально, мы понимаем, что это не тот объект, который бы нам дал привлекательность в регионе. Поэтому мы и предлагаем. Тем более, что стоимость и себестоимость Богословской ТЭЦ вырабатываемой продукции, она далеко не низкая. Чем мы завлекаем туда? Я и говорю, идет речь либо о строительстве миллиардном капиталовложении в атомное производство и строительстве, и просто я не понимаю, где его там собрались размещать, и о модернизации Богословской ТЭЦ или о строительстве новой блочной котельной либо электростанции. Вот вы заявляете, что эти мощности и эта электроэнергия нужна для технопарков. А что будет в этих технопарках? Вот в этом вопросе. Давайте я попробую все по порядку. Нужны ли эти мощности будут для технопарков, о которых никто не знает, что там будет? Нет, на самом деле электрических мощностей район на сегодняшний день не испытывает дефицита мощностей, но он испытывает высокую стоимость продукции, вернее, высокую стоимость энергоресурса, который там в узле сформировался за счет сетевой составляющей, за счет таких не особо эффективных станций, как Богословская ТЭЦ. Поэтому мы и предлагаем установить туда станцию, именно которая будет нам производить дешевый ресурс, экологичная, для которой уже есть в принципе клиент, потребитель, как технопарк, на котором мы будем в том числе как и пилотного проекта потом транслировать в дальнейшее производство. Я и говорю, вы же не знаете и мы как не знаем, что за технопарки там будут. Там может быть будут швейные мастерские. Нет, я объяснил. Зачем атомная станция для швейной мастерской? Нет, я объяснил. Там нагрузка технопарка будет достаточно серьезной, в том числе металлургического производства там будет несколько переделов. Там и алюминий будут перерабатывать в определенную продукцию, и скандии извлекать, еще ряд производств, которые будут на самом деле очень энергоемкими и в своей, грубо говоря, себестоимости содержать там достаточно большую долю энергоресурсов. Можно суждения и все, наверное. То есть у меня у нас цель-то такая, чтобы не работать на пятилетнюю перспективу, а именно на дальнейшую привлекательность вот этого именно региона с именно такими экономическими показателями, где любой производитель может себя чувствовать комфортно в частности в части экономики. Суждения. Я бы вот наверное попросил у вас, чтобы вы на самом деле проработали вот это какие технопарки будут, нужны вот это или не нужно это будет. То есть мне по крайней мере мне как жителю непонятно. Я можно тоже выступлю здесь. Я бы поддержал это сомнение в каком смысле состоятельный ли проект мы еще пока не говорим про стратегию состоятельный проект строительства подземной АЭС на в Краснотуринске. Вообще мне кажется, что это было бы очень здорово, если бы он получился. Но я для себя размышляю, что понимаю эту тему, а как он возможен. Я вот 30 октября был в Краснотуринске, принимал богословскую ТЭС к земле, встречался с Устиновым. Я спрашивал, как у вас схема теплоснабжения. Он говорит, мы ее приняли в сентябре, утвердили схему теплоснабжения. Но приняли-то они ее с учетом того, что источник на ней нарисован нового богословской ТЭЦ. А ее не будет. Вот Саша Виллисов, который приезжал на эту игру, он каждый год приезжает, два года назад сказал здесь, на игре. И это нигде не печаталось, не обсуждалось. Он говорит, мы пытались Русалову предложить построить станцию, вообще построить станцию тысячу мегаватт, тысяча сорок мегаватт на тепловом потреблении. То есть пар нужен постоянно в базе, базовой части нагрузки он бы подавал пар на баз-2, баз-3, ведь предполагались, глиноземное крупное новое производство и алюминиевое новое крупное производство. Пар бы потреблялся постоянно и тогда с очень высокой эффективностью можно было, как говорят, на тепловом потреблении вырабатывать на паросиловых установках электроэнергию. Много, относительно дешевая конкуренция способна электроэнергии. Но при этом несколько лет не могли договориться, до сих пор, пока не догадались, что Русалу не нужно здесь алюминиевое производство, он не видит его здесь. При тенденции, при сегодняшних ценах на алюминии на мировом рынке понятно, не потому что злодеи, а потому что у них бизнес тут не сходится, не считается бизнес, а считать они ну вроде как умеют. Русал все-таки не хухры-мухры, да, посчитали, не считается, а следовательно они отказались. От этой станции и тогда что сделали? Тогда вписали в федеральную программу по договорам, федеральное постановление с их правилами, так называемой ДПМ, договоров на подставку мощности построить небольшую парогазовую станцию в 230 мегаватт для города. Сказано, сделано, стали ее строить. И тут, говорит, мы соображаем, но ведь только что поставили крестик на базе, мы же поняли, что Бас умрет, мы прочитали мысли Дерипаски, что Бас умрет, так ведь вместе с ним умрет и город, Краснотуринск, а кому тогда станция нужна? И после этого они стали станцию пытаться куда-то продать. И сейчас уже они не ставят планы строительства там новой станции. А схема утверждена, в которой есть новая богословская ТЭЦ. Я Устинову говорю, как же так? Он говорит, мы понимаем все, но ситуация, она же еще как бы не опубликована еще даже, что ее не будет, хотя все знают, что не будет. Уже опубликовали, что в Татарстан переносят это ДПМ. Да, 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 вот сейчас уже опубликовали, но а схема с этой станции, он говорит, мы ее, конечно, будем переделывать. Так вот, под что они ее будут переделывать? Под какой источник? То есть первое, в схеме теплоснабжения Костуринска теплоснабжения есть дырка, надо ее как-то решать. Это аргумент в вашу пользу, или в нашу, это наш проект, мы хотим его продвинуть, аргумент в нашу пользу. Но дальше, сегодня говорил человеком, который зовут Алексей Евгеньевич Семенов, проектировщик индустриального парка, он звонил из Петербурга, вот они сейчас разрабатывают этот проект, и я ей говорю, как же так, Алексей Евгеньевич, вот в прошлом году в сентябре Дерипаска наш губернатор подписали соглашение о сохранении алюминиевого производства, на базе которого будет строиться высокий передел, пусть там штамповка, там, скажем, например, для автомобильной промышленности, но это уже все-таки добавленная стоимость, и горячий алюминий должен буквально рядом в цех перетекать, и превращаться в новую продукцию. Логично, надо сохранять алюминиевое производство. Тогда все сшивалось. Здесь Субр, здесь бокситы, здесь БАС, здесь глинозем, алюминий, здесь передел алюминия. А сейчас есть такие слухи, что алюминий местный выпадает. Тогда что, вы рассыпается идея индустриального парка, ведь тогда? То есть, ладно, это у нас на игре, ну, как бы мы сами себя обманули, мы больше никого не можем обмануть, кроме сами себя. А там-то люди по-крупному, там, миллиарды считают, строят, похоже, говорю, у вас рассыпается идея концепции индустриального парка, потому что, вот, ладно, вынули из нее алюминий, и откуда? А он говорит, а мы предусмотрели, мы будем его возить тогда в этом случае в чушках. Откуда? Ну, из Восточной Сибири. Так, а глинозем там откуда? Ну, либо отсюда везти туда глинозем по железной дороге, вернее, не глинозем, а бокситы, да, можно возить туда из Гвинеи и Бессау, например. Либо этот глинозем, а он говорит, нет, мы будем перерабатывать здесь местные бокситы в местный глинозем, глинозем тогда, видимо, куда-то увозить, но похоже, увозить, а потом везти обратно алюминий, рассыпается снова, рассыпается она на том, что, поскольку сегодня уже и Субр нерентабельны, и глиноземные производства тоже нерентабельны, придется закрывать, как карточный домик, все посыпется, и глиноземные производства потом придется закрыть, и Субр придется закрыть. Вообще-то, как бы от проекта ничего не остается, не весело. Я говорю, как же так? Он говорит, нет, почему мы будем стремиться к тому, чтобы алюминиевое производство здесь сохранить. Но, но тем не менее, сказано слово, что возможен вариант, когда алюминиевое производство здесь не будет. Я так понимаю, что вроде бы нам надо бороться за то, чтобы здесь алюминиевое производство осталось. Я говорю, а как насчет комплексной переработки бокситов? Я тоже слышал от директора института химии и твердого тела Кожевникова, что она может скандии получать. Я понимаю, вы знаете, что можно по-другому относиться к этим ресурсам. Он говорит, да, и это производство тут будет. Они его тут привязывают, в том числе, производство скандии. Но все равно цепочка не совсем замыкается, потому что все равно дорогая электроэнергия. Так я понял итог нашего сегодняшнего разговора. А они не видят дешевой электроэнергии, а она рассыпает им весь этот проект. И не исключено, что вот это вот наше с вами придумываемое здесь решение, как бы для игры, оно может единственно быть спасительным для, собственно, для севера Свердловской области, для спросения его экономики, его промышленности, добывающей, перерабатывающей алюминиевой промышленности и промышленности, которая там может на основе этого появиться. Но тогда, опять же, нам говорят, но у вас станция по капсатратам дорогая. То есть, с одной стороны, мне кажется, выход такой, что мы говорим, что ПАТЭС это спасение металлургии Свердловской области. Ну, может, не только металлургии, в этом как бы качественный лозунг. Да, спасение Серого Богозловского узла и комплекса промышленного. Если мы, вот этот лозунг, понятно, что слово спасение и это экономика, потому что другой никто, мне кажется, спасение не верит в эти рисуемые проекты, они как-то вот, как нестойкие. Сможем ли мы этот продать проект? Тут есть несколько ведь сложностей, которые им надо убедительно показать. Лозунг хороший, да? Только ПАТЭС спасет там, богословку, например, да? Краснотуринск, Североуральск. А надо же это доказать и насчет доказательства у нас получается так. У него электроэнергия будет дешевле. На самом деле это ключевой ответ, другого не надо. Говорят, что 30 центов будет, но ведь очень большие капзатраты и потом это будет первая станция, это будет первая станция, она всегда дороже серийной. Вот тогда на чем мы можем тут выиграть? Вот тут надо все равно разбираться. Есть у вас какие-то мысли на эту тему? Ну, мы мыслим на эту тему, то есть мы берем те же отработанные реакторы с лодок и шахты, которые там есть. Это уже что-то для снижения затрат? Может быть, только я не знаю, надо этот вопрос изучать, потому что отработанные реакторы лодочные, это может быть неприменимо с точки зрения допустимости норм Ростехнадзора. Нельзя. Нельзя и все. Вот надо думать. Мы все аспекты сейчас на игре не предусмотрим. Я бы здесь думал вот каким образом. Дело в том, что если мы спасем с помощью подземной АЭС вот Богословский алюминиевый завод, алюминиевое производство там, конечно, новое, там шестая серия и надо строить, может быть, новый баз. Спасем, в смысле создадим новое глиноземное, а вернее бокситоперерабатывающее производство, да, на основе новой энергетики и спасем рентабель Субра, дав туда тоже дешевую электроэнергию, может быть, тех же подземных АЭС, мы вроде бы задачку решаем и это будет здорово, если это так. Но при этом, мне кажется, тут еще не пахнет стратегией. Если мы все это нарисуем, то в стратегию это все равно еще пока не выворачивается. Во-первых, первый вопрос, это же очень дорого, как это все сошьется, за чьи деньги. А во-вторых, разовый проект и стратегии, они как-то плохо смотрятся друг с другом. Вот здесь надо подумать. Ну, конечно, все правильно. Мы просто на примере данного узла планировали транслировать на дальнейшие, грубо говоря, проблемные зоны. Я бы исходил вот из чего. Мне кажется, ну, мне кажется сейчас пока, что заход на ПТС может быть не в лозунге «ПТС спасет Субр» или «Тамбас». А если вы докажете, покажете, что ПТС спасет мир, будем работать. Да. То есть масштабность проекта. Мы только что примерно об этом же говорили. Наш разовый проект, единичный, он будет тяжелый, затратный, экспериментальный и в этом отношении непонятно, куда деть вот неокровскую часть, которая на первый блок и ложится. А вот если, например, мы помыслим Свердловскую область как пилотную площадку для развития атомной энергетики вообще, собственно, мы такой и являемся, мы строим БН, да, и мы говорим, давайте здесь строить как раз новые экспериментальные опытно-промышленные реакторы, установки, технологии, но тогда мы претендуем на федеральное финансирование, потому что потом эти ПТС, которые мы здесь у себя не боимся и берем на себя смелость, или у нас выхода нету, отработаем, тогда они могут пойти в серию. А серия, она уже интересна не для Свердловской области, а для страны. В этом смысле ее, если вписывать, то в энергостратегию Свердловской области она как-то плохо вписывается в этом плане. Ее уж вписывать, так вписывать в энергостратегию страны. Мне так кажется. Подумайте. Ну вот заказчикам даже строительства генерации, которые предлагают для технопарка и для города Краснодарского выступает Свердловская область, правительство Свердловской области. Для такого проекта заказчик как Свердловской области жидковат. Тяжелый у вас проект. Ну тяжелый в качестве пилотного, если получится, можно же привлекать инвесторов, которые будут в самом технопарке сидеть. Вот не знаю, инвесторов, когда это все заработает. А пока мы не показали, у нас есть новая штуковина, которая нет ни у кого в мире, ни в Фукусиме там у японцев нигде нету. А она спасет мир почему-то, например. И докажем почему. Тогда мы понимаем, что мы можем получить и федеральные деньги, и интересантов, в смысле заказчиков всяких там, вьетнамов там и прочих, получить заказы. Нам нужны, ведь вы же сами понимаете, там блок 75 мегаватт, три блока, самое меньшее, 200, 225 мегаватт или там 300 мегаватт. Это вот такого, это другая станция, это не миллионник. Другой рынок. И, кстати, их могут делать, производить эти станции, не три завода в стране или два там, а десятки заводов, потому что эта технология, вернее, вот эта конструкция гораздо менее сложна, что ли, и поставлена уже на поток. Подумайте об этом. То есть, как вытянуть проект? Надо понять, как его оформить так, чтобы смотрелся реалистичным. А группа согласилась, с понедельника выезжает в Краснотуринск в администрацию с презентациями и доказательствами. Александр Юрьевич, Бустинов, привет от меня. Передадим. Спасибо. Прошу прощения. Можно один вопросик? Есть, свяжен Антон, группа сотовая энергетика, есть какие-либо расчеты насчет взрыва одного из блоков под землей. Насколько будет опасность как бы землетрясения? есть. Специалисты же разрабатывали, но это не вопрос группы и не вопрос по теме дня. Вы переговорите друг с другом, если интерес получите. Хорошо. Ответ. Ладно, все, спасибо. Давайте о главном. Что там за вопрос? Суждение. Ограниченность предметными рамками проекта, нет стратегичности. А, да, да. Спасибо, Константин Филиппович. Спасибо. Спасибо, идем дальше. Ямал-Урал. Добрый вечер. Ямал-Урал. Группа 4. Из могилов Андрея, Минчикова, Елена. Хотели бы показать хотели бы показать свое видение стратегии. Значит, тема дня «Стратегическое направление развития энергетики региона». Группа поставила следующую цель дня «Показать стратегию выхода из ситуации в замкнутости причинной связи, тормозящей развитие энергетики региона на примере проекта Ямал-Урал». Но вот эта вчерашняя схема, которую мы показывали, про замкнутость причинной связи. Значит, центральное значение, как бы первая причина – это искажение восприятия действительности. Значит, хотелось бы показать на простом примере, как мы можем исключить из этой схемы негативный опыт и негативное мышление. Даже не исключить, а поменять их на позитивное. представим пример накопления положительного опыта на модели поднятия веса в спортзале. Наверное, мужчинам, присутствующим, будет это вообще очень понятно. То есть, представим, что вы ходили в спортзал и, к примеру, уже можете поднять над головой условно 40 килограмм. Представьте, что вы на следующий день приходите в спортзал и ваш тренер, который ведет вашу тренировку, говорит, что вы сегодня вместо, там, 50 будете поднимать 90. Какие чувства у вас возникнут? Наверное, это будут чувства, при которых положительные ожидания выполнения данной задачи будут совсем маленькие, как нарисовано вот на первом рисунке. А отрицательные ожидания решения данной задачи будут очень большие. и, возможно, вы вообще откажетесь от решения этой задачи. Теперь представим другую ситуацию, что ваш тренер сказал вам, ну хорошо, вы не хотите, давайте попробуем решить все-таки эту задачу, попытаемся, но разобьем ее на определенные части. То есть, вы можете уже поднять 40 килограмм и в этом плане это действие для вас является положительным опытом. То есть, у вас есть какое-то положительное мышление, оно было. Тренер вам говорит, давайте начнем с 50. Поскольку у вас положительный опыт до этого был, то у вас ожидания того, что вы эту задачу решите больше, чем ожидания того, что не решите. Вы, в принципе, говорите, ну нормальная задача, ничего такого сложного нет, подходите к штанге, поднимаете ее успешно над головой, заканчиваете тренировку, уходите домой. Следующий день или через день вы приходите, тренер говорит вам, давай теперь попробуем 50. То есть, у вас положительный опыт по поднятию 40 есть, есть положительный опыт по поднятию 50. У вас, опять же, получается, что положительное ожидание решения этой задачи стало еще больше, поскольку накоплен уже положительный опыт. А отрицательное ожидание решения этой задачи меньше. И то есть, решая эту задачу по частям, вы в конечном итоге возможно, то есть, вы же поднимаете вес все больше и больше, у вас нарастают мышцы, мускулы, вы, скорее всего, сможете решить и поставленную задачу первоначальную по поднятию 90 килограмм. Ну, это такой наглядный пример. Теперь хотелось бы показать стратегию разрыва все-таки замкнутости этой причинной связи. Значит, группа считает, что неискаженное восприятие идеи запускает механизм смещения мышления в сторону позитива, что способствует принятию ответственности за осуществление проекта или задачи. То есть, в данном случае мы видим неискаженное восприятие действительности. неискаженное неискаженное восприятие действительности имеется в виду целостное восприятие вообще о проекте и понимании его положительных отрицательных факторов. Значит, если у вас это неискаженное восприятие действительности есть, вы можете принять на себя к примеру ответственность за реализацию части проекта. То есть, не обязательно всего сразу. Приняв на себя ответственность за реализацию части проекта и приступив к ее реализации, вы, скорее всего, успешно завершите эту часть. К примеру, проектирование и внедрение ветрогенератора и получение прибыли. То есть, приняв ответственность вы реализовали часть проекта, поставили ветрогенератор или продали его кому-то, у вас очевидно получение выгоды от этого. Значит, из-за успешной реализации у вас накопился позитивный опыт реализации и, соответственно, накапливается позитивное мышление. Далее, поскольку позитивное мышление накоплено, положительный опыт накоплен, мы можем обращаться к другой части проекта. То есть, вот эта стрелка, которая возвращает нас снова на принятие ответственности за реализацию уже другой, следующей части проекта. То есть, проходя вот эту ситуацию по кругу, накапливая опыт, получая выгоду, то есть, накачивая мускулы, грубо говоря, в конечном итоге возможно, можно будет выйти на реализацию и всего проекта в целом. То есть, это про проект Ямал-Урал, грубо говоря. Значит, решение проблемы. Прорыв круга негативного мышления есть превращение негативного мышления в позитивное через успешную реализацию по частям крупного глобального проекта. Параллель со взятием веса в спортзале. Если ставить задачу поднятия огромного веса за раз, то возникает ситуация большого внутреннего конфликта в случае неудачи. То есть, вот это как раз невозможность принятия ответственности. Однако, если поставленную задачу рисовать по частям, то очевидная успешная реализация частей задачи приведет к накоплению позитивного опыта и возникновению веры в свои силы. Это не будет иметь больших последствий даже в случае не реализации задачи в полном объеме, поскольку на этапах развития, на этапах реализации была получена прибыль в виде увеличения поднятого веса. И эта прибыль, она ведь никуда не денется. А есть ли другое решение? То есть, сегодня мы сталкиваемся с тем, что хорошие проекты витают в воздухе, они есть, и их нужно внедрить. И вот мы вчера говорили о страхе, который не дает, как же его преодолеть и как пойти. То есть, здесь нужно сделать некоторую отметку, что группа вчера, говоря об исследовании, вышла на некоторый уровень рефлексии, и мы не могли этот уровень бросить, пока бы мы не дошли до некоторых глубинных причин. То есть, если мы говорим, что у нас некоторое сейчас искаженное восприятие действительности, и мы не можем решиться на следующий шаг, то, может быть, нужно понять, что необходимо взять ответственность за прошлый негативный опыт, принять его, и уже с принятиями его в отсутствии искажений двигаться дальше. Вчера Надежда задавала вопрос о примерах подобного. Мы вот сегодня часто упоминаем Германию, можем привести в пример, и общество Германии, которое смогло принять ответственность за ошибки и двигаться дальше. Спасибо. Все, да? Да. Вопросы? У меня есть вопрос. Группа прорабатывала. Какой, может быть, первый шаг, первый этап такой, который бы не пугал, знаете, что это может быть такое? Не прорабатывала? Да, мы прорабатывали, мы представляли это, по-моему, два дня назад, говоря о ветроустановках. Ну, то есть, я правильно понимаю, что, например, в Германии закупается ветроустановка, она там устанавливается на какой-нибудь сам пароход, он доходит до Ямала, там устанавливается, эта штука вращается, дает мощность, эта мощность, в общем, что-то с ней происходит, нет? Нет, нет, тут как раз абсолютно другое направление развития, о чем сегодня говорили о важности неокр, то есть, в работе группы было следующее представление, насколько вот мы выяснили, разработки ветряков существуют в России и не в одном институте, то есть, даже в нескольких, то есть, в первом этапе это консолидация институтов по разработанным уже им ветрякам, это некий опытной установки, то есть, первым этапом это развитие собственной базы исследований. Ну, то есть, это же противоречит вашему тезису про то, что брать посильный вес, посильный вес, потому что ведь неокр, это же, ну, как бы, в 10 раз дороже, чем купить в Германии установку, да, и сложнее, неокр же может не удастся, это же нужно, ну, как бы, снова создавать, финансировать в 10 раз больше, вот, это же противоречит этому. Тут может быть вопрос, который вот мы обсуждали с обществом, да, о тарифах, о том, что, безусловно, можно купить сегодня в Германии, и завтра купить, и послезавтра, и теперь всю жизнь покупать в Германии раз и навсегда. то есть не будет ли развитием разработка собственного? Да, но он говорит, это не мелко, разработка собственного, это не мелко, это крупные затраты. Да, это же получается, ну, то есть, если мы говорим там про 8 мегаватт, там, это же, ну, как бы 120 метров, там, собственно, размах крыла, все такое, это же, ну, серьезное дело вообще. А почему именно сразу 8 мегаватт? Не, ну, так я не знаю, ну, то есть, я к тому, что вот это вот, если вы говорите о том, что нужно есть этого слона по частям, то, конечно, вот эту первую часть бы, которая бы, ну, например, не испугала, вот ее хорошо показать. То есть, ну, то есть, вот, например, то есть, предположим, даже вот легче, например, была куплена технология на производство одной штуки, то есть, все чертежи, все вот, дескать, в Германии, предположим, на каком-нибудь Уралмаше эту штуку сделали. Дальше, например, понятно, что ее нужно как-то доставить на этот Ямал. Как она будет доставлена? У нас нету тут рек, там, дирижабль, дирижабль, который утащит 6 тысяч тонн, это, это 6 миллионов кубов, это значится, затраты сразу становятся космическими после вот этого, после вот этого, то есть, потому что один дирижабль стоит космических денег. Понимаете? Для одного ветряка. Для одного ветряка. И тут вот это и возникает. А выясняется, что наша область, она вот, там-то ведь Ямал, там-то океан, и, казалось бы, из Германии покупаешь и везешь, и вот это тогда, ну, мне кажется, минимальные затраты, потому что от Свердловской области не довезти, не довезти туда, там ко мне дорог. Вы нас неправильно поняли. Мы не имеем в виду строительство сразу большого ветряка и сразу перевозку его на Ямал для внедрения. Часть проекта, это имеется в виду разработка ветряка меньшей мощности и установка. И на Качканаре установить, и до Качканара только довезти, недалеко. Да, да зачем и до Качканара установка в области? Потому что там ветер есть. Продажа потребителей. Потребителям. Ну, то есть, один киловатт, да, например? Конечно. Получение денег с продажей. А можно полтора? Может. Нам не больше трех. Тут, видите, какая штука, видимо, есть какой-то, ну, в общем, минимальный объем, когда это еще имеет смысл. Потому что, конечно, полтора киловатта, ну, как бы. Давайте будем последовательными здесь. Саша, подожди. Давайте разберемся, почему группа вышла с этим докладом. Я понимаю, так и правильно ли я вас понял, что вы увидели здесь на игре единственное препятствие к реализации, в общем-то, понятного вам и кажущегося вам вполне дееспособного и интересного проекта, крупного, мегапроекта, только одно сопротивление, боязнь его масштаба. Совершенно верно. Да? Вот здесь, на самом деле, я тоже это видел. И сегодня вы решили построить единственную необходимую стратегию, стратегию преодоления страха масштаба. Совершенно верно, да. Я это услышал, но мне не хватило вот этого описания, вот этого первого шага. И когда вы говорите про неокр, я сразу, как бы, опять начинаю бояться, слушайте, бояться начинаю. Вот. Вот этот первый шаг, вот мне кажется... И как эти немцы не испугались, интересно? Да слушай, я сам удивляюсь, слушайте. Да. А вы знаете, хотелось бы еще привести очень хороший пример, пример освоения космоса. Да, да, да. Этот проект осуществлялся ведь не сразу, а по частям. И были конкретные цели у этих частей. К примеру, доставка ядерного заряда. Ну там как, сначала не до космоса, а где-то... Совершенно верно, да. Пожалуйста. Там, боюсь, была сразу программа, где просто опробировались вещи, а программа-то сразу была, да? Слушая доклад группы, мне вспомнилась фраза, ну, может, не его, но приписывают Николе Тесла. Если вам говорят, что прыгнуть выше головы невозможно, не верьте в это, возможно, все. Еще я хотела бы отметить, сегодня мы это обсуждали в группе, когда вот сейчас вспомнил про космическую программу. То есть тут суть в чем? Очень красивый проект. Он же красив как идея, в принципе. И мы хотели еще показать, что вот необходимо двигаться вперед вот в этом направлении, хотя бы по чуть-чуть приближаться к идее. Я, может быть, сейчас чуть-чуть отойду, но когда общество говорило, нет идеи. Говорилось о экономике без идеологии и еще что-то, еще что-то. Так, может быть, у нас свет в оконце это ветряк на Ямале, белый, в снегах. Может быть, туда можно стремиться? Тем более там такой ветропотенциал. Штюнки текут. Гигантский, богатый. Да. Вопросы? Но там не вопросы, а там что-то про кириешки. Мы тут этим не занимаемся. Это им, они уже прочитали. Вопросы есть? Нет, там еще суждение есть. Я его не вижу закрыто. Прочитайте, кто может. Ну вот, вот сейчас меня слышно, я вот суждение. Скажи, пожалуйста. А, значит, вот слайд номер восемь, формирование мышления. Искажение представительности, взятие на себя ответственности за прошлый негативный опыт и формирование мышления. То есть, обозначен здесь цикл формирования неискаженного мышления, неискаженного восприятия идеи и так далее. Но возникает вопрос, чтобы взять на себя ответственность за прошло негативный, на себя ответственность за тонегативный опыт, надо уже обладать неискаженным восприятием и неискаженным мышлением. Откуда оно возьмется? То есть, начальная точка здесь не проблематизируется. Откуда возьмется неискаженное восприятие идеи? Раз. И откуда возьмется позитивное мышление, необходимое для взятия на себя ответственности за прошлый негативный опыт, два. В докладе это, к сожалению, не обозначено и не показано. Но есть над чем работать. А у нас это проработано в группе было. Расскажи тогда. Расскажу. То есть у нас прорабатывался еще такой момент, что искажение представления действительности можно устранить коллективной мыслью деятельностью. Чем мы тут и занимаемся, с чем мы столкнулись на игре с проектом Ямал-Урал. Когда сначала никто не понимал, что мы предлагаем делать, но впоследствии у нас сформировалась общая ясная картина. Таким образом мы уходим от искажения и можем уже вернуться и проецировать назад на прошлый опыт. То есть нам ничего не мешает двигаться ни вперед, ни назад. А вот технологию этой КМД вы отрефлексировали? Еще раз не слышно, извините. Вот технологию этой самой КМД, про которую вы только что сказали, вы отрефлексировали? Вы поняли, как вы это сделали? А, как она происходила? Ну, я могу предположить, что она… Да, у нас был об этом разговор. Мы считаем, что она происходит на основании сравнения фактов и устранения разрывов. То есть соответствия фактов друг к другу. Да, нет, да, нет. То есть обмен опытом. Согласен, не согласен. Ясно, спасибо. Спасибо. Так, у меня есть тоже несколько слов по поводу этой группы. Мне лично этот проект очень интересен. Ну и наиболее труден для того, чтобы донести его до ближайших моих товарищей, например, заразить. Сложно с ним. Сложно с ним. Он интересен. И не потому, что я готов руку на отсечение отдать, что он заработает. Я не знаю, может, он и заработает. Но он мне интересен тем потенциалом, революционным, гигантским, который в нем заложен. И количественным и качественным, ноувационным именно потенциалом. На самом деле, там уже многое просто переворачивает в стране даже. И тем более, что мы понимаем, что это все реально. Мы же понимаем, что реально ветряк 8 мегаватт существует. Диметиловый эфир существует. Все существует. Технологии существуют. Все существует. Мы же провели в этом году экспертный клуб на Иннопроме, где выступили представители Уральского отделения Академии наук и говорят, все реально. Так что же тогда нереально? Если ученые говорят, они же не спрашивают совета у власти, будет эта формула работать или этот процесс химический работать. Это у них нужно спрашивать. Они же последняя инстанция. Они говорят, это все работает. Это все будет работать. И гигантский проект с гигантским потенциалом и интересом. И вот непонятно, а как же его продвигать. Я понимаю, что группа, возможно, сейчас вышла на самый сложный момент, собственно, темы игры. Для чего мы игру-то затевали. А при каких условиях замечательный проект, который имеет, может, замечательные шансы на жизнь, может стать реализованным. Собственно, для этого игра. Как нам прорваться? Нам размышляя, мысля, творя вместе, споря коллективно, мыследеятельно, найти решение. Как мы сможем продвинуть этот, этот или этот проект? А особенно этот. Как мы можем его продвинуть? Ведь он, возможно, очень даже необходим нам. И об этом вы все время говорили. Вот спасибо вам за ваш энтузиазм. И теперь вы вышли на то, что я понимаю, что нужна стратегия, не стратегия развития энергетики, а стратегия продвижения такого рода проектов нужна. Вот чего нам не хватает. И я понимаю, что это попытка выхода на эту стратегию. В этом смысле я понимаю, что группа правильно выбрала путь. Ну, пусть выбрала задачу. Задачу. А насчет решения, я понимаю, что ваша технология работает. Она работает от спортзала до того, что мы сегодня на игре каждый раз поднимаем гирьку потяжелее, каждый день. Мы же каждый день смелее становимся в мыслях, так ведь? И вы в этом отношении очень правильно, мне кажется, говорите, что чтобы смелее мыслить, надо тренироваться. И как говорит Мирзакарим Нарбеков, что тренируешь, то и тренируется. Тренируешь смелость мышления, но тренируешь, будешь смело мыслить. Тренируешь поднятие тяжести, будешь тяжести поднимать. И я совершенно не против этой технологии. Другое дело, что мне кажется, что она нас еще пока... Технология, да, но она еще нас пока на стратегию вроде бы не выводит, потому что страна-то наша большая, и некоторые вопросы, вот тут Саша прав, по частям решить невозможно. И проект это такой, что по частям мы его долго будем решать. Отчасти это верно, а другой какой-то части все равно не хватает. Это вот, наверное, ваша правильная была реакция на вот это неверие, которое вы тут увидели, да? И вы решили его преодолеть. Да, это преодолевается. Но это меньшая трудность, мне кажется. Ведь нам надо, чтобы сказал... Ну вот я знаю одного человека в стране, который если скажет, этого достаточно, и проект заработает. И вы его тоже знаете. Да. Вот каким образом заработало, чтобы это все... Ведь это очень государственный уровень, да, очень высокий государственный уровень, на котором надо, надо вот... Ну про гирьки там с ними же не будешь говорить. Вы правильно говорите здесь для нас, а там же не будешь говорить. Если по-честному, то получается, мы же не можем с этим докладом приехать там в правительство Российской Федерации, Министерства энергетики, а надо-то туда ехать. ФСК там приглашал вот недавно, да, Волков. Приезжайте в ФСК, я соберу всю команду ФСК руководящую. Вы там расскажите про вашу... Ну я расскажу, думаю я. Вот так же, как вы расскажу. А что они подумают обо мне? Да бог с ним что хотят, пусть и думают. Главное, что... А как мы дойдем до того, что кого-то это зацепит? Пока непонятно. То есть вот эта технология, она только часть решения, мне кажется, задачи. Это еще не стратегия, мне кажется. И стратегии где-то надо искать. Я вам расскажу историю. На самом деле, вот если мы уедем с игры, вот только с этим, маловато будет. У меня есть одна досада, я вам расскажу ее. Выходит на меня, вот Игорь у нас работает с такими, как она называется, первая выставочная компания, вроде бы, да? Первая выставочная компания. Они правильно сделали, они пишут, пишут, по-моему, то ли Халманских, то ли кто-то Кириллов оттуда, да, из полпредства, говорят, уважаемый, ну не Алексей Евгеньевич, Евгений Владимирович Куйвышев, вы рассмотрите, пожалуйста, возможность и целесообразность проведения у вас в Свердловской области в сентябре 2014 года выставки «Нефть и газ Урала». Ну, надо отвечать за письмо, думаю, нефти у нас нет, газа у нас нет, зачем нам это надо, что я буду с этим делать? Выходит на меня Айлита Туртаева, это как раз руководитель, она руководитель, да, Туртаева, этой компании? Туртаева. А проекта, руководитель этого проекта. И говорит, вот так и так, к вам, мы знаем, они отследили, к вам дошло письмо, вы что будете отвечать? Я говорю, ну что, нефти нету, газа нету? Так, до игры я ей говорю. Она говорит, так почему, наверное, в Ханты-Мансийске вам проще вот хлопот не грузить нас своими, вот встречай гостей, приучай, вот мы там чуть ли в аэропорту там пропадаем, когда высокие люди приезжают там эшелонами сюда, кого, куда разместить, это вот вся суета, она мне зачем нужна, думаю я, лучше я минимизирую. А не пойти ли бы вам куда-нибудь в Ханты-Мансийск? Они говорят, понимаете, в чем дело, у вас есть выставочный комплекс, вот этот вот, Екатеринбург-экспо, где можно развернуть большую выставку, много денег заработать на выставочном бизнесе, я думаю, они про себя думают, и у вас есть инфраструктура, прилетит очень удобно, много народу прилетит. Я говорю, ну и что? Ну вот, выставка будет. И тут я сообразил и говорю, а там форум тоже будет? Она говорит, будет. Я говорю, хорошо, у меня есть интересный проект, идея интересная, не моя, но интересная. Если мы ее там решаем, то я поддерживаю вас. Пишу сейчас прям письмо за подписью, кого угодно, кто подпишет, хоть губернатора. Да, мы за, целиком поддерживаем. Если вы нам поможете продвинуть ДМЭ, идею ДМЭ. Они говорят, конечно поможем, давайте напишите. Игорь написал им письмо очень, он у него такие письма пишет, там оплачешься. Что вот абсолютно необходимо делать эту выставку, особенно если там новые продукции, продукты газохимии, нефтехимии, что-то такое там красиво было придумано. И все, мы уже включились в эту идею. Но дальше я говорю, так вы почитайте, надо же готовить этот форум так, чтобы он сработал, нам-то пустой звук как бы не нужен. Они говорят, да, 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 но у меня одно предложение. Вы, надо организовать группу, которая проработала бы концепцию этой выставки, как спускового механизма запуска вот этого проекта, как вот стратегию, которой у нас нету пока. Поддержите форум? Они говорят, да, да, мы поддержим. Звонят мне в четверг и говорят, вы знаете, что-то мы не нашли возможности поддержать форум. Но я решил, значит, сникнуть. Все, говорю, отказываюсь от выставки, ничего не будем делать. Сейчас за подписью губернаторск напишу, что мы передумали. Но зачем же так? Мы же уже почти мысленно с вами. Я говорю, давайте так, я вам присылаю материалы по ДМЭ, вы их за ночь читаете, утром мне звоните. Утром звонит, и я, что произошло? А Элита Туртаева говорит, Алексей Евгеньевич, я поражена. Я посмотрела всю литературу, что вы мне прочитали, все, что есть в русском интернете, не очень много. Залезло в ангоязычный интернет, весь мир, говорит, бурно развивает ДМЭ, на Тринедаде Франция строит там заводы и так далее, и так далее. Я готова с вами играть. Я пришлю к вам человека на игру. Приезжает девушка, первый день в субботу. И после нашего фильма про КВН, про нашей разминочной игры, подходит, говорит, мне с вами надо поговорить, а то я уезжаю, я пошел на обед, мне с вами некогда говорить. Вот я зря приезжал, а из-за чего? Вот, чтобы договориться о взаимодействии. Я говорю, так подождите, если вы здесь собрались разрабатывать концепцию этой выставки, тогда это для меня стратегично в нашем сегодняшнем языке. Тогда мы понимаем, как этот проект с вами вместе вытянем, потому что им ничего не стоит пригласить всех губернаторов туда. Через холманских просто пригласят, и все ямальские, и челябинские, все будут здесь. А я этого, ну, мне это сложнее. Я говорю, смотрите, ваше качество, и у нас есть идеи, что называется. Давайте объединимся, создадим рабочую группу. Так вот она мне говорит, здесь мы с ней на диванчике посидели, и она говорит, я все поняла, это уже ее посланница, я все поняла. Да, конечно, надо создавать рабочую группу. Давайте создадим, говорит, рабочую группу, приезжайте к нам в Челябинск 10 декабря, на денек. Я говорю, вот что, вот здесь за неделю что-то можно было сделать, работая плотно, выстроить какую-то концепцию, а я к вам приеду на полтора часа, мы с вами договоримся, и что, это рабочая группа, это концепция, как-то я в это слабо верю. Я к тому, что без нашей помощи, мне кажется, они ничего не сделают. То есть нету, мне кажется, у них стратегии пока, как это сделать. Они только умеют зарабатывать деньги на выставках. Всех собрали, деньги всех сняли, все друг другу все показали, довольны и разъехались. Ну, как бы для нас таких известных нам форматов мало, чтобы реализовать наш проект. И вот мне кажется, и что я предлагаю, над чем вам подумать. Как сделать так, чтобы, кроме этого, чтобы у нас был реальный путь, как говорят, дорожная карта, продвижение этого проекта до очень высоких уровней. Иначе просто он не сработает. Иначе нам придется убеждать, ну, там, я не знаю, там, начальников этих, ЖЭКов, да, как-то, внедрите себя в пробирки, там, деметиловый эфир, попробовать понюхать и дать другому, чтобы это постепенно весь разошлась там по миру. То есть мы не дойдемся никогда тогда. Надо сразу выходить и с этим масштабом сразу двигаться на высокий уровень. Похоже так. А для этого нужно набрать критическую массу людей, принимающих решения, скажем, губернаторов, там, генеральных директоров самых крупных компаний газовых и нефтехимических, газохимических в России. Мне так кажется. И вроде как Туртаева говорит, это-то мы легко сделаем. То есть это даже они берут на себя, кооперации уже есть. Но вот как сделать, чтобы это не было, знаете, как проходят форумы? Панельная дискуссия, красиво одетые люди сидят, красивые вещи, заранее речи не ими написанные говорят, все остальные хлопают ушами и расходятся. Вот это же не сработает. Вот так это не сработает. Нам нужна действующая рабочая стратегия. Причем, мне кажется, что вы на правильном пути, стратегия это нужна именно вот продвижение этого проекта. Вы сейчас путь-то правильный избрали, только, ну, как бы частичный, не стратегичный. Если завтра удастся выйти именно на стратегию, где мы можем предложить просто им, мы говорим, вот что нужно делать, вот раз, два, три, чтобы это событие состоялось, а за ним или перед ним вот это еще событие, а после него еще вот какое событие, тогда у нас логическая цепочка, каким образом мы дойдем до принятия государственного проекта электрификации России или чего там в этом роде. Попробуйте. Постараемся. Спасибо. И я еще вот, если можно. И вот для как бы толстокожих этих самых, вот все-таки вот мне кажется, что нужно выстроить логику первого шага, какого-то очень простого, дескать, вот. Но работающего. Но работающего элементарного. То есть, например, что, дескать, как установить один ветряк, значит, на этом самом Ямале, установить его. Немецкий. Я бы, вот смотрите, я считаю, что нужно, чтобы этот шаг был минимальный по времени, чтобы его можно было резать очень быстро. И, собственно, вот насчет стоимости, мне кажется, как бы не очень важно, условно говоря. И в этом смысле я предложил бы, конечно же, взять на это все, что работает, чтобы вот этот первый шаг точно был бы успешным, точно совершенно. И в этом смысле, вот, мне кажется, что проще, купить в Германии ветряк, причем сегодня, например, зайти в интернет и посмотреть, сколько будет стоить конкретно, значит, 8 мегаватт или 6 мегаватт, что-нибудь такое. Сколько будет стоить доставить его. А, я понял, их надо в сентябре пригласить. Само собой, естественно, конечно. То есть, и, значит, сегодня, значит, сколько стоит купить такой ветряк в Германии, сколько стоит доставить его по морю до, значит, какого-нибудь там... Порто Сабетта. Это самое, как его там... На дыме или что-нибудь в этом роде. Но вот дальше тут сложнее. То есть, понятно, что дальше нужно как-то из этого ветряка в общем сделать ДМЭ вот это вот. То есть, вот эту, снять эту энергию куда-нибудь. Это вот уже сложнее. Как это делать, я не знаю. То есть, говорить об опытном, опытно-пилотном проекте. Да, опытно-пилотном проекте, который будет, ну, как бы, маленького масштаба, но который будет полностью цикл замыкать. И дальше для этого ДМЭ, дальше, ну, как бы, найти, куда его сбагрить. Масштабы, это же он промышленного будет. То есть, он уже 8 мегаватт или... 8 мегаватт, 8 мегаватт. Ну, так это уже промышленный. Не, ну, то есть... Он должен быть сразу промышленным, не пробирочным. Да, да, да. Ну, то есть, 8 мегаватт, но в том смысле, что его стоимость была бы там какие-нибудь жалкие 100 миллионов, 200 миллионов, чтобы эта сумма, ну как бы, собственно, когда вот эти самые губернаторы встретятся и скажут, ну что, сумма небольшая, и, например, Ямал готов был бы это дело профинансировать, ну то есть, чтобы был какой-то шаг первый, потому что идти с этим к президенту, мне кажется, нужно, чтобы это было пройдено, вот этот этап, и тогда сразу разговор будет, мне кажется, другой, и, в общем, уже гораздо продуктивнее будет, вот, да. Сегодня на столе нашел бумагу, что к нам на игру ямальский губернатор отправил кого-то человека, сегодня пришла бумага, очень хорошо, очень хорошо. Жаль, опоздал он на нашу игру. Ну то есть, ну вот, мне кажется, самое сложное будет, конечно, куда втолкнуть вот этот вот ДМ, который вы, значит, с 8 мегаватт получите, куда его втолкнуть, это вот вопрос, конечно, да, но вот, я к тому, что вот, если был бы такой слайд, один или два, вот, мне бы это очень сильно меня продвинуло, вот, в вере к этому проекту. Спасибо, Саша, а насчет, куда впихнуть ДМ, много куда, это как раз самое простое. Ну то есть, это вы развернете, да? Это мы легко развернем как раз. Спасибо. Отлично, спасибо. Умная энергетика. Ага, вопрос, вопрос вам, да? Технически все, а, Андрей, великолепно, а экологически, когда мысль об экологии будет идти всегда параллельно, а не на 2-3 шага после? Вы не забыли об экологической стороне проекта? Нет, мы не забыли. Не забыли, и она у вас в дорожной карте будет? Она будет, и в том числе, вот, предложенная Саше. А на каком месте, на последнем или на первом? Она на важном месте. На важном месте. Андрей, слышал? Она на важном месте будет. Можешь ловить на слове. Умная энергетика. Здравствуйте. Умная энергетика. Докладчики Винокуров Кирилл и Тарасов Артем. Основная мысль нашего предыдущего доклада была то, что проекты развития есть, но люди не хотят принимать в них участие. Поэтому мы выдвинули сегодня такой тезис. Необходимо стимулировать развитие умной энергетики внутри энергокомпаний. Можно следующий слайд. Я вот взял в качестве примера. В ФСК существует такая система КПЭ. Коэффициент производственной эффективности. То есть, допустим, вот у нас внизу структурные подразделения, выше над ними, ну, допустим, заместители директора и на самом верхнем уровне директор. У каждого структурного подразделения есть свои коэффициенты. То есть, там, допустим, структурное подразделение, релейная защита. Им нужно, чтобы ложного срабатывания было там равно нулю. Ну и так далее. Для каждого структурного подразделения свои критерии. Выше над ними заместитель директора, который отвечает за комплексы этих структурных подразделений. У него, соответственно, его премия зависит уже от набора этих коэффициентов. Ну и так далее над ними директор. Вот. И как бы у нас приведен такой пример. То, что в ФСК с этого года вводится коэффициент инновационной активности. Ну, то есть, судя по этой структуре, получается иерархия, в которой каждое звено заинтересовано. Коэффициент инновационной активности из себя представляет такой коэффициент, состоящий из нескольких, ну, зависящий от нескольких величин, такие как наличие инвестиционного проекта и его реализация. Доклад продолжит Тарасов Артем. Также предлагаем вам во внимание конкурс по энергосбережению, который также направлен на развитие умной энергетики внутри энергокомпаний. Сейчас я нарисую небольшую схему, как организовать этот конкурс так, чтобы все были заинтересованы и он давал результат. Можно фломастер там какой-нибудь следующий, фломастер? Спасибо. То есть есть в организациях такие объединения, как молодежные организации или, допустим, клуб рационализаторов. Ну, в разных энергокомпаниях они называются по-разному. Вот, допустим, вот эта вот, вот эта группа людей, она организует конкурс. Что нужно, чтобы этот конкурс был действенный, это постановка конкретных проблем, которые интересуют энергокомпанию, то есть составление техзадания. Эта группа людей обращается к руководству обособленных подразделений, производственных площадок, где они собирают некую... где они проводят обсуждения и приводят к общему мнению о проблемах, которые их интересуют прежде всего и составляют техзадания, несколько техзаданий, которые необходимо решить. Вот. Далее эти техзадания вписываются в конкурс, собственно, в само положение о конкурсе. И, собственно, дальше эта группа людей информирует о конкурсе, опять же, остальных сотрудников обособленных подразделений и производственных площадок. А также обращаются к помощи вузам, потому что именно в вузах есть тот ученый ум, в котором заинтересована любая энергокомпания, как привлечение к себе сотрудники. поскольку, как оказалось, студенты, их очень трудно организовать, мы все это делаем через преподавателей. так же, как и вузы, мы обращаемся к начальникам службы каждого подразделения. И формируем также список активных сотрудников, которые хотят и готовы в этом участвовать. и формируем рабочие группы. которые объединяют положительное качество и перекрывают негативные качества сотрудников и студентов. У сотрудников это отсутствие времени, минус, но у них есть знание о своем деле. У студентов это нет понимания проблем, но зато у них есть время и... Опять же, знание на учебном... И отсутствие желания что-либо делать. Да. Как-то так. Вот. И уже эти рабочие группы выбирают себе тех заданий, и у них нет шансов, что они не дадут никакого результата. На этом все. То есть, как организация такой мини-лаборатории, незатратной внутри энергокомпаний. Вот. Все. Спасибо. Вопрос коллеги. Хорошо. Хорошие денежные вознаграждения это сколько? Кто-то из группы был хоть на одной игре МРСК Урала «Взгляд молодых». Нет, никто не был ни на одной игре МРСК Урала «Взгляд молодых». Хорошее вознаграждение. Ну, о конкретных цифрах трудно говорить, но хотя бы, там, не знаю. Да, как подсказывает коллега, в любом случае это лучше, чем ничего, но такие денежные вознаграждения, например, на реализацию произведенных проектов, то есть создание прототипов, к примеру, и командировка на промышленную ярмарку в Германии. Можно вопрос Анны Радостева. Как заинтересованному лицу, который сейчас проводит аналогичный конкурс, правда, в энерготехникуме. Вот почему вы думаете, что эта схема будет работать, за счет чего? Ну, за счет того, что тут очень много заинтересованных лиц. Например? Например? Студенты не заинтересованы. Зато преподаватели. Чем они заинтересованы? И у студентов, они каждый семестр пишут курсовые работы. И почему бы им не совместить курсовые работы и наш конкурс, и получить при этом вознаграждение и, возможно, будущую работу? То есть, я должна мотивировать вознаграждением людей, для того, чтобы включить их мозг в работу, для того, чтобы они получили для себя пользу. Компания должна заплатить им деньги? Повторите еще, пожалуйста. Студенты получают опыт от преподавателей, от экспертов, от вузов, обращаются в компанию. Компания тратит время, компания отвлекает своих работников. И за это компания должна участникам конкурса что-то заплатить и на ярмарку отправить? Ну, лучшим. Кто? Чьи проекты будут лучшими? И только при этом условии студенты будут участвовать? Ну, как бы... Я не знаю правильного ответа, понимаете? Я потому и спрашиваю. Не, я тоже надеюсь прийти к обсуждению, как бы, что может кто-то что-то посоветует, если я был неправ, меня поправят. Но на этот вопрос однозначно ответить нельзя. Все зависит, конечно, от суммы вознаграждения, но как бы... Студенты, они непредсказуемы, да. Спасибо. Ну, мне кажется, тут вот, конечно, важно все-таки, чтобы Артем рассказал, откуда это взялось. Что у этой вот вот этой схемочки есть предыстория. Мне кажется, важно ее предъявить, потому что иначе, ну, она как бы зависает в воздухе. Откуда она взялась? Надо, наверное, как-то пояснить об этом немножко. Собственно, кто такой Артем, например, почему он об этом говорит? Точно? Точно. Ну, я член Совета молодых специалистов, который, как бы, вот один из организаторов этого конкурса, аналогичного, только у нас он не увенчался большим успехом, пока что. Пока что. Он был другим, то есть я так понимаю, что, собственно, вы там... Да, немного схема конкурса была другая. Мы, ну, как патриоты своей компании, думали, у нас очень активные сотрудники, и сразу все, как бы, за рационализацию выступят, то есть сразу море распроектов, море предложений, но нет. Потому что мы, на самом деле, возникают две проблемы. Это мы составили члены молодых, ну, Совета молодых специалистов составили конкурс и положение, положение конкурса. Отослали его на... по площадкам, на каждой площадке есть свой молодой, ну, молодой специалист, который разослал это все начальникам, которые, по идее, должны были разослать все остальным сотрудникам. Но не все начальники так сделали, некоторые просто не считают рассылку. Ну, и не все сотрудники. То есть 50% отсеялось вот на этом этапе и 50% как бы уже здесь. У нас вот сейчас опыт есть, да, с этим конкурсом. Мы тоже до конца его еще не довели, но наш опыт уже показывает, что только при заинтересованности первого лица компании, первого лица учебного заведения хоть что-то может получиться. Никакие деньги не помогают вообще. Только личная заинтересованность лица, которая реально может повлиять на ситуацию. Спасибо. Это, мне кажется, очень важно. Участие первого лица, оно часто бывает важнее денег даже. Представляете? Вот, то есть, я-то понимаю, что здесь все-таки вот важно, какая основная идея, которую Артем пытается мне донести, о том, что вот был ход сделан такой, что было предложено участвовать в конкурсе за вознаграждение аж 10 тысяч рублей и чтобы сотрудники давали бы свои предложения, ну, дескать, как улучшить работу компании. И, конечно, это было получено ноль заявок. Ноль заявок. Вот. А, в общем, сейчас предлагается, я понял, другое, что, дескать, компания выявляет, в рамках себя проводит работу по выявлению ключевых направлений, которые они хотели бы улучшить, и говорят, что вот, дескать, у нас есть 5 задачек, 5 задачек, кто способен сделать их более эффективно, пожалуйста, присылайте ваши предложения, присылайте, и, дескать, ну, и дальше, вот, некие бонусы, ну, конечно, вот, в общем, про бонусы, отдельный вопрос, что это может быть такое, да, ну, вот, идея в этом, и в этом, в общем, вот, ну, и там, вузы, там, и так далее. Да, заинтересованность студентов. Мне вот кажется, что студенты в вузах получают не знание, не опыт, и даже не знание, вот, просто информацию, и не понимают, зачем им эту информацию вот впихивают. И мне вот кажется, студентам, как раз таких игр не хватает, вот, когда они могли посмотреть на реальную проблему, на реальную задачу, которую нужно решать, а не просто вот информацию, которую им дают, и они, не знаю, зачем им это нужно. Я работаю тоже в ТКК-9, я это письмо получала про вот этот проект. Зря сказали, что не было рассылки, мне не разослали. Не, я не говорю, что не было рассылки. Рассылка была большая, но просто как бы не все ее получили. Ну не знаю, ну в общем я получил это письмо и вроде бы как бы… Я надеюсь, почти все получили. Ну не знаю. И вроде бы вознаграждение было там, и многие пункты, они присутствовали, но мне почему-то оно не вдохновило. Мне кажется, причина в чем-то другом. Я даже об этом конкурсе рассказала своим друзьям, кто даже не работает в этой компании, и почему-то никого он не заинтересовал. Мне кажется, причина, ну как сказать, вообще в чем-то другом лежит. Не в тех условиях, которые назвали бы… Не в вознаграждениях и не в условиях того, что не было конкретных задач. Ну вот мне кажется, тут нет того требования почему-то, которое вот может… Даже признание на дне энергетики и официальная церемония вручения диплома никого не заинтересовало. А также возможность попасть в кадровый резерв и… Ну про вот это я уже не помню, честно говоря. Написано там это было или нет. Я помню, что минимальный объем был 50 страниц, там что-то супертребования какие-то были. Не минимальный, это максимальный объем, не более 50 страниц, потому что мы не хотим читать больше. Если честно, мы не осилим, наверное, просто такой, если много будет предложений, то, ну, это очень долго займет время, и мы просто не управимся к сроку. И просто еще то, что вот, ну, как бы я работаю экономистом, у меня есть, может, какие-то идеи, но в техническом вопросе я, может быть, не так сильно разбираюсь, да. И мне, если бы мы работали с кем-то в паре, наверное, можно было придумать вот что-то рациональное. Но одному человеку… Это было бы замечательно. Ну, все, спасибо. Микрофон дайте дальше. Здравствуйте, Чернова Анастасия. Вот такой вопрос, мы не очень в курсе, как у вас, конечно. А у вас есть такая дисциплина у студентов, как научно-исследовательская работа в расписании? Да, есть, конечно. А почему тогда студенты, чтобы получить зачет или какой-то, да, автомат, да, почему они этим не мотивируются тогда вопрос? В смысле чем? Автоматом. Нет, так им же пока вот это не предлагали. То есть, ну, говорится о том, что конкурсы как-то не востребованы, мне кажется, вот в этом тоже есть вариант принудительного почти использования студентов. Вот. Есть еще вопросы? Суждения? Спасибо. Вот, мне кажется, группа не рассматривала организационные условия организации подобного рода конкурсов так, чтобы они были каким-то путем к развитию, представляли собой какую-то, значит, часть системы развития комплексной. Поэтому они проходят так вяло, и поэтому отсюда и вопросы к стимулированию и так далее. То есть, принять, так сказать, на незаинтересованность, если не учтены какие-то более тонкие моменты. То есть, или браться за это дело всерьез, или какой смысл вот так-то вот номера отрабатывать? Спасибо. Спасибо. Надежда? Ну, мне вообще-то нравится насчет конкурса, ну нормально, но вот действительно какой-то картины будущего нет, не видно, и стратегичности никакой поэтому не видно. Ну, то есть, что вы предлагаете, конкурс, ну нормально, схема может и сработает, вот, как бы, все. Стратегичность в том, что привлечение студентов, ну, естественно, определенной области, допустим, Свердловской, то есть это будущие инноваторы, и они не уедут куда-нибудь за границу, а останутся здесь. Сейчас сказал. Это подразумевалось как бы то, что… Извините, если так получилось, что никто не поймал. Все. Спасибо, идем дальше. Трупа энергокомпании. Здравствуйте. Энергокомпании. 6-9, по-моему. Мы представляем группу энергокомпаний, и тема нашего доклада – стратегические направления развития энергетики с позиции энергокомпании. Следующий слайд можно? Для начала мы хотели бы дать собственное определение понятия стратегии. Для нас, для энергокомпаний, по стратегии мы понимаем план, нацеленный на достижение баланса интересов субъектов энергетики при всевозможных условиях. И графически это понятие пояснит моя коллега Анастасия. Мы думаем, что для достижения поставленной цели необходимо двигаться одновременно по нескольким направлениям. То есть, например, для того, чтобы реализовать такой проект, как распределенная генерация, нам необходимо взаимодействие одновременно как по направлению с государством, так одновременно и по направлению с бизнесом. Лишь движение одновременно по этим двум направлениям нас привезет к результату. И также, чтобы достичь цели, необходимо участвовать в диалоге. Исходя из такого понимания стратегии, мы выделили следующие стратегические направления развития со стороны энергокомпаний по отношению к бизнесу, обществу и государству и также к самим себе. Следующий слайд, пожалуйста. По отношению к обществу ключевыми направлениями развития мы посчитали необходимость совместной работы с государством по формированию запроса общества на новые способы получения энергии. Во-вторых, изучение этих запросов, то есть такая своеобразная маркетинговая работа и при возможности удовлетворения таких запросов непосредственная реализация. При невозможности же удовлетворения потребностей общества необходимо взаимодействие с другими субъектами для создания таких условий. Следующий слайд, пожалуйста. Можно тот же пример? Пример? Да, вот прям три примера. Прям три примера. Чтобы проиллюстрировать, чтобы потом не возвращаться. Хорошо, я понял вас. Вы же наверняка обсуждали, не просто так же это. Да, конечно. Во-первых, очень часто общество не знает или что-то не понимает насчет альтернативных способов получения энергии. И в связи с этим оно не осознает то, что их применение могло быть очень полезным для него. Например, оно не знает, какую пользу может принести применение биоустановок, потому что это снизит нагрузку на экологию. Оно в связи с этим не осознает, что качество жизни общества повысится в связи с этим. И поэтому энергокомпании должны консолидировать свои усилия вместе с государством для того, чтобы донести информацию о пользе этой технологии для пассивной части общества, скажем так. Следующий пункт относится к другой части общества, к той, которая уже сформировала свое собственное отношение к таким вопросам и имеет сформировавшийся запрос. То есть мы должны спросить общество, а что вы хотите, так как наша цель это, собственно, баланс интереса всех субъектов. И таким образом мы должны исходить в своей деятельности всегда только из интересов наших потребителей. Это пояснение, а не пример, на мой взгляд. Я не это имел в виду. Например, общество не желает, чтобы в регионе его проживания возникали подземные атомные электростанции. Нет, запросы, там же второй запрос. Запрос, ну это, скажем так, ну не запрос, хорошо. По второму пункту пройдемся. По первому мы там, вроде бы, там как-то разобрались. Да, именно второй запрос. Первый был у вас пример биоэнергетики. Например, общество видит, что в Америке, ну или в европейских странах уровень углеродной энергетики снижается, а уровень такой альтернативный био растет. То есть возникает там производство вот этих вот древесных опилков и так далее. То есть общество переходит на какие-то более безопасные способы получения. И оно начинает задумываться, почему у нас такого нет. И мы должны своевременно этот запрос увидеть. Я поясню? Ну, вроде бы да. Вроде бы да. А в жизни-то вы примеры такие можете привести? Как какая-нибудь из известных нам компаний это делает? Извещает запросы общества. Это делает, да. Как изучает запросы общества. Примеры в жизни? Здесь надо подумать. Ну, это как раз и есть идея, что нужно двигаться по этому направлению. Скорее, это то, что сегодня пока энергокомпании вы не делаете, но вы теперь понимаете, что вообще-то этим надо заниматься. Или, может быть, они делают это так незаметно для нас, что мы не замечаем их стремление узнать наши интересы. Мы и так это понимаем. Но мы, так скажем, моделируем, представляем собой такую идеальную энергокомпанию, которая, скажем… Теперь стремится к балансу интересных. Стремится к балансу интересных. Это отрис вчерашнего дня о пересамоопределении. Ну, например, известно вам, чтобы в компании были какие-то специальные, специальные, скажем, подразделения для работы с людьми, куда можно прийти. Мне, например, неизвестно о таких подразделениях в компании. Но мы в группе, кажется, обсуждали, что… Не исключено, что таких служб, таких подразделений вообще нет сегодня, да? Не исключено. Понятно. Кажется, мы в группе обсуждали, как раз нам говорили наши коллеги о том, что создаются центры обслуживания клиентов, но как бы у нас… Уже создан веско. Да, но это, как нам показалось, не столь распространилось, да? Нет, функция-то вроде бы… Как бы ответа на этот запрос, да, на изучение запроса учения… И третий пример тогда. И третий пример, например, когда запросы общества не соизмеримы с возможностями одной только энергокомпании. В таком случае энергокомпании вынуждены взаимодействовать с другими субъектами энергетики с тем, чтобы ответить этим запросам. Вот пример, это пояснение. А, хорошо, извините. Например, общество желает, чтобы в России реализовался проект «Ямал-Урал». Он достаточно узнал об этом проекте, он понял, к чему приведет этот проект, какой толчок он даст развитию общества, государства и других субъектов. Ну, это же придуманный пример. Это не придуманный. Это придуманный сейчас пример. Ну, как сказать. Скорее придуманный. А я к тому, что не обсуждали ли вы в группе, потому что вы же это написали, я думал, вы обсуждали конкретные примеры, когда компания понимает, что энергокомпания сетевая, понимает, что вот мелочь такая, ну вот верхняя ослианка. Вот, пожалуйста, подсказка, да? По примеру, дайте микрофон. Чтобы мы понимали, что это не пустые слова, а это вот та реальность, на основе которой вы нечто утверждаете. Помощь группы. Может, не совсем в глобальном смысле, но в той организации, в которой я работаю, в настоящий момент существует система личный кабинет. То есть, в принципе, где потребитель, простой человек, может отслеживать свой личный лицевой счет по оплате электроэнергии. Он может там вносить показания, он видит там свою оплату. То есть, в принципе, ему даже не нужно получать квитанцию. То есть, мы сейчас знаем, что интернет достаточно развит. Это ко второму пункту, да? Ко второму? Да, да, по сути. То есть, интернет сейчас сильно развит, и люди, ну, они как бы стараются экономить свое время, потому что время – деньги. И проще, допустим, ему зайти в интернет, посмотреть, как бы, может даже произвести оплату через интернет-банк. А пользуются этими личными? Полюс видно, да? То есть, получается, тут даже не изучение, энергосбыт уже изучил, уже реализовал даже, да? И сделал шаг развития, создав новые... Понятно. Вот и ЦОК тоже в ЕСК, это то же самое. А я по третьему сейчас уже спрашиваю. По третьему. Что-то можно сказать по поводу третьего пункта? Какой пример в жизни вы знаете, чтобы было видно, что вот это вот непридуманное? Просто сейчас попробую, может быть, еще раз объяснить. Мы рассматриваем вот эту стратегию как стратегические направления, которые необходимы нам, не совсем те, которые есть в реальности. Я по первым пунктам уже с вами разобрались. Да, то есть, частично они... Это, возможно, то, что надо делать. Да, это скорее то, что надо делать, чем то, что уже делается. Поэтому, может быть, по последнему пункту мы не до конца можем привести пример, который уже реализован. Или утверждать, что этого нету сегодня, тоже вариант. Вы говорите, вот сегодня пока мы знаем, что мы не можем присоединить человека и говорим, смотри пункт правил, ты далеко от нас, иди к другим сетевикам. Да, да, да. Вот, например, это про распределенную генерацию. То есть, да, в настоящий момент распределенная генерация интересна, с нашей точки зрения, сетевым компаниям. Но они не могут этим заниматься. И тут нужно нам произоединить с государствами. О чем я пыталась изобразить на той диаграмме, где нужно взаимодействие, то есть, стратегическое направление развития по отношению и с государством, и с уже, например, обществом, бизнесом. То есть, правильно тогда понял, вот здесь, раз уж вклинился с примерами, да, что получается, что компания, энергокомпания, сетевая, например, да, вот она знает свое дело. И тут она начинает как бы лезть не в свое дело, а она изучает запросы. Например, кто-то говорит, мне нужно техприсоединение за 17 дней. А обычно сегодня еще говорим. Третья категория, ждите год вам, вам договор, ждите год. Давайте деньги, ждите год, да. А новая энергокомпания сказала бы, мы сейчас приведем мобильную сотовую энергетику вам и за 6 дней поставим. Да, именно вот об этом и говорим. Только оплатите деньги, конечно, да. Это же несуществующие, правильно? Правильно, да. Я к тому, что это иллюстрирует, возможно, вот в этом смысле ваш ход, да. Горизонт развития, да. Проблемы потребителей – это горизонт развития новаций, новых ходов наших традиционных существующих энергокомпаний. В этом была мысль, да. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Следующий слайд, пожалуйста. К бизнесу. Отлично. По отношению к бизнесу мы сформулировали следующие стратегические направления развития. Бизнес, с одной стороны, является для нас таким же потребителем, но более крупным и, скажем так, юридическим лицом. И в этом смысле мы поступаем с бизнесом аналогично, как с бытовыми потребителями. Мы изучаем их потребности и стараемся их им дать. При работе с бизнесом, как с партнером, как с поставщиком оборудования, мы формируем запрос бизнесу на разработку и производство инновационных технологий и оборудования. При этом мы не исключаем, скажем так, нашей гарантии, гарантированного выкупа этого оборудования, этих технологий. Слово «должны» тут, наверное, пропущено, да? Сегодня этого нет или сегодня это есть? Должны формировать… Должны не исключать такой возможности. Так будет правильнее. Должны исключать, должны ставить перед собой такую задачу. Мы ставим такую задачу. Ну, вы группа энергетики, да? А энергокомпании реальные должны ее ставить, и это будет… И реальные тоже компании должны. Да. Было бы хорошо. Также мы при взаимодействии с бизнесом должны создать инвестиционную привлекательность за счет сокращения срока окупаемости при использовании инновационного оборудования и сокращения таким способом эксплуатационных издержек. Следующий сайт, пожалуйста. По отношению к государству мы выделили такие направления стратегического развития, как лоббирование создания нормативно-правовой базы для возможности взаимоотношения энергокомпаний и бизнеса. Это, в частности, касается возможности использования сетевыми предприятиями распределенной генерации, законной возможности которой в настоящий момент нет. И следующее направление – это необходимо усовершенствовать существующую систему высшего профессионального образования с тем, чтобы специалисты получали реальные знания с перспективой дальнейшего развития энергетики. Сейчас специалисты не получают, так скажем, таких знаний, которые позволили бы им быть занятыми в будущем. Необходимо ли пояснение? Или примеры? Например, самый очевидный с точки зрения нашей группы, что энергокомпании, например, возможно, очень хотели бы внедрить какую-то распределенную генерацию за свой же счет и удовлетворять тех потребителей, которым, например, сети тянуть невыгодно. Но, например, ЕСК, либо МРСК, либо ФСК не имеют права купить генератор, запитать от него сеть распределенный генератор. Ну, имею в виду малой мощности. И запитать сеть таким образом обеспечить удовлетворение потребностей потребителей. С меньшими затратами для себя. С меньшими затратами, да. То есть это немножко неразумно с точки зрения законодательства. Ну и про систему образования. Я думаю, с учетом большого количества студентов в этом зале, я думаю, пояснять не так уж необходимо. Мы как бы это видим в жизни. Следующий тайт, пожалуйста. У тебя мышка. И по отношению к самим себе мы сформулировали такие направления стратегического развития, как необходимость внедрения пилотных проектов по распределенной генерации, по различным вариантам оптимизационных технологий, например, умная энергетика или умные сети, как Smart Grid, как их еще называют. То есть мы должны внедрять такие технологии, какие мы способны потянуть по нашим средствам. Не бояться таких технологий, то есть и пробовать самостоятельно их использовать, и исследовать их, так сказать, возможности. И с другой стороны, мы должны внутри себя готовить квалифицированные кадры с перспективы на будущее. А для чего технологии новые осваивать? Новые технологии нам осваивают для того, чтобы стремиться к соблюдению баланса интересов всех субъектов энергетики. То есть мы должны всегда быть нацелены на интересы наших потребителей. То есть если потребители хотят новой технологии, а у нас их нет, мы должны внедрять новые проекты и искать какие-то пути, чтобы они у нас появились. Следующий тайт, пожалуйста. Ну и в качестве вывода мы хотели бы сказать, что для достижения цели стратегии развития энергетики необходимо участвовать в диалоге с другими субъектами, поддерживать его и при необходимости инициировать. На этом у нас все. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Да, Константин. Я все-таки Константин, группа государства. Все-таки хотел уточнить, вот вы в государстве написали требования к образованию, но вот по-моему я немножко не понял все-таки. Вот студенты сослали, что здесь много сидят. Вот у нас студенты роботов придумают, вроде как бы умы есть. Да, это определенно плюс. То есть что-то еще нужно менять. Вы сформулируйте четче, я вот не понял. Что бы вы сейчас сказали энергетики, энергокомпании, государству по поводу сегодняшней системы высшего образования? Энергетики сказали бы государству так. Почему наши государственные вузы готовят таких студентов, которые мы вынуждены доучивать у себя? Как вы сами считаете, это не так? Мне кажется, если вы строите вузы… Не строить вузы, незачем, можно закрывать. Можно я помогу энергокомпаниям? Вы сами в этом заинтересованы просто. Помоги они. В нашей презентации три дня назад был слайд, инициатор его был Сергей, студент как раз-таки с час пятого курса. Мысль слайда была в том, наше образование очень устарело. Сейчас мы обычно… он как инженер это говорит. Наше образование очень устарело, обучаемся мы по программам 80-х, 70-х, 90-х годов. На очень старом оборудовании он нам рассказывает, на каких рычагах, кругах, то есть ничего современного. Это, в принципе, слова студента. И помимо того, что мы обучаемся по устаревшим программам, мы еще склонны всегда у вас увидеть плохое. Понимаете? Костя, я бы тебе ответил, поскольку на прошлой игре у нас был Петр Иванович Бартоломей, да? Да, да, да. Он говорит наоборот. Он говорит, у нас была система подготовки инженеров в энергетике. Вузы готовили инженеров. Вы будете выпускаться инженерами? Мы будем инженерами. Инженерами, да? Уже почти инженеры, да. Не бакалаврами и не магистрами, да? Вот я так понимаю, сейчас эта система сворачивается подготовки инженеров. Последние выпуски и инженеров не будет скоро. И в этом смысле энергокомпании могли бы услышать в том числе и глаз высшей школы, и, может быть, предъявить государству претензии, что сворачивается такой статус, да, образовательный, как инженер в высшей школе, бакалавр, магистр. Магистр идет в науку, бакалавр идет к станку, условно говоря, да, как бы технарь. А инженер, который обладает большей квалификацией, чем бакалавр, более доученный, да, но который идет в производство, идет управлять, решать сложные технологические, технические, инженерные задачи, он упраздняется сегодня. Вот если говорить про это, то скорее вот это примерно надо привести. Я думаю, Петр Михайлович не ошибается, когда говорит об этой проблеме, грядущей проблеме, когда сворачивается инженерная школа. Вот мы как раз хотим говорить, да, об этом, и, может быть, пересказать, что нам нужно лоббировать свои интересы при взаимоотношении с государством в вопросах образования. Понятно. Вот про это. Спасибо. Да, Римма. Собра, Римма, грубо, ПТС. Можно первый слайд, где у вас схемка? Сейчас. И мы там указываем. Почему это немножко сложно? Нет, ПТС. Я пытаюсь, я правда пытаюсь. Да? Вот, спасибо. Все. Да, вы изобразили наш проект, ПТС, и как бы, ну, ничего не сказали. Я бы хотела спросить, что мы делаем на этой схеме, и как вы понимаете, что мы делаем? Это просто было как бы условное изображение, чтобы показать, что мы, когда для реализации какого-то проекта, нам нужно действовать по всем направлениям. То есть, смотрите, для того, чтобы мы вроде бы сегодня обсуждали, да, друг с другом условия реализации проектов. По ПТС, чтобы нам его реализовать, нужно поговорить с обществом. Не все общество готово принять этот проект. С группой общества мы вроде бы сегодня это выясняли. И также нам нужно взаимодействовать с государством, потому что, например, для того, чтобы, как мы поняли, выгодно будет построить, реализовать ваш проект, он должен быть достаточно близко потребителю. Но есть какие-то нормативные моменты, которые запрещают, например, близко строить эти станции к городам. И то есть, таким образом, чтобы реализовать этот проект, нам недостаточно только взаимодействия с государством и только взаимодействия с обществом. Нашими стратегическими направлениями развития являются оба. Они для реализации этого проекта. Спасибо. Еще можно добавить, что как бы на этом картинке размер векторов и их количество как бы значения не имеют. На самом деле мы можем взаимодействовать для достижения какого-то, для достижения какого-то цели, для реализации проекта и одновременно с тремя субъектами. То есть и с бизнесом, и с обществом, и с государством. Если кто-то себя здесь как бы не нашел, да? Я хотел спросить про, наверное, на следующем слайде, про неокр. Где-то было взаимодействие с, не помню с кем, с бизнесом, что ли. Может быть вы будете управлять процессом? Дальше. Да, у бизнеса про формирование запроса на разработку и производство инстинкт-технологий. То есть запрос это имеется в виду профинансированный запрос или бумажный запрос? Ну то есть вот мне важно понять. Финансированный. Профинансированный. То есть вы говорите о том, что сегодня стратегическим направлением развития энергокомпании является разворачивание системы неокр. Правильно я понимаю? Да, это тоже. А вы не изучали, что сегодня есть в энергокомпании по поводу неокра? Ну мы как бы выяснили, что при составлении различных документов есть как бы статья затрат на научно-исследовательскую деятельность. Но как бы конкретно выяснить результаты от вот этой деятельности нам пока не удалось. Понятно. То есть вы, посвящаясь с коллегами, они не смогли вспомнить примеров реализации. Мне кажется, это как бы сильный тезис. И конечно, я считаю, что иначе сложно, конечно же, говорить о запуске, реализации любых проектов, всех остальных, которые обсуждаются в проектных группах. Если не будет неокрс с стороны либо энергокомпании, либо бизнеса, то сложно. Но я вот стратегий, признаюсь, видел не очень много таких вот. И вот стратегия, с которой я более-менее знаком, видел ее, собственно, и презентацию, и, в общем, так мне кажется, на смысле. Это стратегия группы Евраз. И вот такая группа Евраз, значит, и вот там в этой самой Сколково, в общем, на очередной, там, значит, сходке, собственно, высшего менеджмента, вот была эта стратегия, собственно, представлена. И там, в общем, понятные направления стратегии компании. То есть, например, там, здесь, собственно, рост бизнеса, этот самый, собственно, развитие продуктов с высокой добавленной стоимостью, безопасность, собственно, безопасность труда, ориентация на, собственно, потребителя, там, и еще что-то, что-то про, собственно, кадры, что-то там, что кадры, дескать. Да, вот. И компания Евраз, в отличие от, например, энергокомпании, как мне кажется, она находится, ну, в очень еще пока что хороших условиях, в том смысле, что, в общем, их бюджеты, конечно, ну, очень большие, надо признать. И, в общем, их рентабельность, если сравнивать, например, с рентабельностью тепловых сетей каких-нибудь, там, или вот в целом генерации, то они несопоставимы просто. То есть, они там очень большие. Вот. А при этом, программы неокр у них нет. Программы неокр нету. В общем, и они, в общем, собственник компании, собственник там, и все выше руководства говорится на часах. Неокров мы заниматься не будем, ибо все можно купить на рынке. И вот, например, в стали литейной отрасли, в которой они работают на часах, они говорят, вот, неокров нам не нужно, и мы его никогда поднимать не будем, потому что это неподъемно. Вот в стали литейной отрасли, в общем, мы считаем, что, вот, дескать, эти самые новые продукты, там, ориентация на, собственно, потребителя, еще что-нибудь такое, собственно, мы, собственно, даже готовы вкладывать деньги в безопасность, собственно, рабочие, потому что у нас высокая смертность, аварийность и так далее. Это вот, это мы все понимаем. Неокров у нас не будет никогда. И, в общем, вот, в контексте этого этот тезис выглядит, ну, как бы, еще сильнее. То есть, когда компании, у которых есть средства, они этим не занимаются неокрами, а, значит, компании, которые еле сводят концы с концами, они, вот, я так понял, должны у себя ввести, вот, нет ли тут чего-то, ну, в общем, необъяснимого? Почему это должно произойти, я пока не понял, признаюсь. То есть, мне, конечно, я вот, я считаю, что иначе непонятно, как можно запустить какие-то технологии, там, что-то еще, какое-то развитие в энергетике. Без неокра я вот, ну, не понимаю, как это возможно. Но не вижу, откуда это берется. Не вижу. Вот такое у меня суждение. Спасибо. Еще осуждение есть? Есть, есть. Еще одно у меня осуждение. У меня такое двойственное отношение к кладу. С одной стороны, значит, четкая логика, то есть, некоторое определение стратегии, положена была цель, то есть, тем самым подчеркнуто, что важнейший, как бы сказать, важнейшим конститутивным элементом стратегии является цель. Дальше четко в этой логике выстроен доклад. Вот. Но сама цель у меня, как бы, вызывает очень сильные сомнения. То есть, я вот, собственно говоря, глубоко убежден, что, конечно, баланс интересов ни в коем случае не может быть ведущей целью развития. То есть, как бы, вот, ну, вот в тех представлениях развития, в которых я нахожусь, это вторичная, адаптивная, обуславливающая, нужная, обязательная цель, но ни в коем случае не ведущая. Спасибо. 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 А можно немножечко ответить? Немножечко. А может, нам сразу двоим, потому что я хочу продолжить эту мысль. Можно? Хорошо, значит, вы сначала. Да. А потом вы нам сразу двоим заткнете рот. Я согласен с Константином Филипповичем. Когда я услышал, вот, мы должны изучить запросы, мне вспомнилась песенка «Я спросил у Ясеня» с известным концом. Я не то, чтобы я против баланса интересов. Конечно, надо изучать. Но когда вы откроете центр положения клиентов, там к вам позвонят или придут и скажут, сделайте мне, чтобы у меня было не 170 вольт, не 178, а ровно 220. Ну, это неинтересно, какое тут развитие, да? Но вот с этим к вам придут. То есть, я к чему говорю, поймите меня правильно. Это будет, ну, как бы догоняющее развитие в этом случае. Но даже и не развитие, на самом деле. Это даже приведение к норме. Они говорят, вот у вас то мигает все время, а сделайте, чтобы не мигало, но вы доведете до нормы. То есть, что просят потребители? Они что знают про энергетику, то и просят. Они не помыслят нового. А вы в этом тезисе, в этой цели исключили собственную креативность. Вы будете изучать, вы должны изучать. Это вы должны делать для нормального функционирования. А вот для развития, на мой взгляд, перезвоню, для развития, на мой взгляд, вы должны создавать картины будущего. Свои, которые без вас никто не создаст. Свою часть картины будущего. И вы говорите, можно вот так вот жить. Потому что вы в этом специалисты. Можно попробовать ответить? Сейчас, секундочку, я еще не договорил. Я просто почему помню, я помню на одном из таких форумов, которые проводил Георгий Петрович по методологии проектирования, по-моему, Евгений Волко, Стольятти, говорит, мы проехались по Прибалтике, и узнать, какой автомобиль им нужен, какой нам на ВАЗе делать автомобиль. Они нарисовали иномарку, условно говоря, по критерии, по сумме критерий. Они говорят, ничего нового мы не узнали в этом смысле. Да и не узнаете, потому что про энергетику лучше знают энергетики, чем потребители. Они же много чего не знают. А вот если вы скажете, например, мы предлагаем сделать наш город без автомобилей, без автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вообще. Это возможно. Каждый раз будет ездить, оно на электромобиле. Причем, вот я недавно, например, прочитал, это просто пример такой, создатель литий-ионной батарейки, японец, он говорит, сейчас уже есть технологии, которые позволят, если их реализует кто-то, заряжать, подзаряжать электромобиль, если он только проезжает по определенной полосе специальной, которую, скажем, электросетевая компания вмонтировала в дорожное полотно. Все подъехал, зарядился, правда, и деньги с тебя тут же автоматически тоже легко снились, но ты же энергию получил. Таким образом можно делать индуктивно или как-то там. Например, да, вы мыслите то будущее, которое дают энергокомпании городу, например, и говорите, вот мы вам хотим это дать. Мне кажется, тогда это будет креативность ваша, это будет новая жизнь, которую вы придумали и потом реализуете как свой бизнес, свою деятельность и даете ее людям. Не дарите, скажем, хотят сказать, дарите, продаете пусть, да, но люди с удовольствием покупать, потому что, о, круто, этого не было, как телефон, мы же не ходили раньше с телефонами за грибами, да, потому что провода долго тянуть. А сейчас ходим. Пожалуйста. А можно сейчас попробовать сначала нам ответить? Да, да, да. Я помогу, наверное, Сергей, энергокомпания. То есть… Давай, вот смотрите. Вот энергокомпания. Да, это мы все вместе, да? Да, да, да. Вот смотрите, здесь у нас первый тезис был. Работа по формированию запроса. Это как раз и есть. И в выводе у нас есть такой пункт, как инициация диалога. Мы первыми начинаем диалог. Мы с Константином Филипповичем в этом креативности и развитии не увидели следов. А только лишь адаптацию. Нет, смотрите… Нет, а мы не услышали. Хорошо, тогда попробуйте. Вы хотите сказать, что мы услышали? Я хочу попробовать объяснить, почему, по нашему мнению, она есть. Нет, нет, это не надо объяснять. Я к тому, что я говорю, мы не услышали. Ладно, попробуем. Может, она и была, но мы не услышали. Она была в инициации. А что? Она была в инициации диалога. А она была, а мы не услышали. Ну, вот вывод. И, возможно, не мы двое. Пожалуйста. Я вот про цель, да? То есть у нас как максимум, в принципе, у каждого здесь… Ну, вот сколько у нас человек, да? Грубо говоря, 80. У нас у каждого представление свое. Цели, конечные-то. О чем мы вчера говорили, я так понял, не совсем поняли. То есть вот к этому общему, общей цели-то мы придем как раз через самоопределение каждого. А пока у нас цель-то у каждого своя, контакта не будет между людьми. То есть я-то говорю, грубо говоря, пойдем туда, а он идет туда. Я ему буду доказывать сколько угодно. И это все к чему? Это все к чему? Я к тому, что чтобы мы пошли в одном направлении, мы как минимум должны представлять одну цель. А это… Я должен сменить свою цель? Переосмыслить себя. Себя пересмыслить. Соответственно, у нас поменялись. И то, что мы с Константином Филипповичем вас не понимаем, это означает, что мы отстали от вас, не переосознали, да, чего-то? В нашем понимании, да. В вашем понимании мы наоборот. То есть тут… Понятно. Палка о двух концах. Спасибо. Ну вот как-то так. Нет, ну тут еще сдвиг небольшой, смысловой произошел, который нужно как бы замечать. Взаимодействие и баланс интересов как цель – это одно. Но взаимодействие целей – это совсем другое. Потому что взаимодействие целей, может ли оно быть как бы, ну как это, несущей цель еще помимо этого. Поэтому давайте не путать. Если цель взаимодействия, баланс интересов – это одно, а взаимодействие целей – это совсем другая материя. Вот как взаимодействие целей различных связано с развитием, понимаете? Это вопрос благотворный. Это то, над чем можно работать. А если сразу прикнопить цель, как частная цель, с моей точки зрения, баланс интересов, то получается, что вы сами себе противоречите. Вы говорите, что вот она цель, понимаете? Подменяя цели и интересы, понимаете? Тут очень нужно держать четко логику, не запутывать, не смыкать в короткое замыкание логические петли. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Идем дальше. Коллеги, мы находимся сейчас довольно в трудной фазе, ведь вообще-то завтра последний день игры, и нам надо оформить вот эти стратегии, чтобы они были настоящими. Тогда и все остальное у нас вокруг этих стратегий будет логичным, доказуемым, иллюстрирующим правильность этой стратегии и стратегичность ее. Поэтому мы тут с вами долго говорим, может быть, теряем время, и мы исчерпали весь лимит. Сейчас ровно 10 часов. Вы прослушали? Шесть групп. Какие будут предложения? Может, остальные группы не будут докладывать, снимут свои доклады, а подумают на рефлексии, что они должны были сделать вместо того, что они сделали сейчас. Что скажут группы, которые не выступили? Это хороший ход? Группа государства согласна доработать свой доклад по системе же замечаний, которые уже звучали в адрес предыдущих групп. Спасибо. А я хочу выступить в обществе. Общество согласно не выступать. Спасибо обществу. Бизнес хочет выступить. Бизнес. Деловые люди. Давайте. Группа «Бизнес». Стратегия развития бизнеса. В первую очередь мы хотели бы рассмотреть стратегии роста бизнеса, которые приняты у нас сейчас в обществе. Грубо говоря, в консалтинговых компаниях для увеличения роста. Секундочку. Мы выделили четыре направления. Первое направление – это изменение мышления или как сделать так, чтобы клиент был всегда прав. Здесь приведены пять направлений. Это повышение эффективности бизнеса, повышение качества производимой продукции через селекцию и обучение персонала, снижение стоимости продаваемой продукции и программы лояльности и обучение клиентских служб. Второе направление – обеспечение доверия бизнеса к инновационным проектам. То есть совместно с государством обеспечение условий для инвестирования в отечественную экономику. Совместно с государством обеспечение условий для инвестирования в энергопроекты и создание подразделений внутри компаний по поиску и оценке инновационных проектов. Третье направление – обеспечение доверия бизнес-партнеров. То есть это развитие частного государственного партнерства, приобретение опыта совместного участия в бизнес-проектах, доверие государства, уплата налогов, доверие общества и работников и приглашение иностранных специалистов. И четвертое направление. Интересы бизнес-сообщества взамен личных. То есть стимулирование добросовестных руководителей нефинансовыми методами. Формирование и опубликование черных списков. И третье – создание системы внутренней безопасности. Далее мы решили создать как бы свою… Сейчас, секундочку. Свои стратегические условия развития. Во-первых, это форсайт. Следующим условием была у нас экономическая политика государства. То есть это внешние условия. Ну, то есть экономическая политика государства – это внешние условия. И, собственно, сама стратегия – это внутренние условия. Из стратегий мы выделили три основных… Точнее, мы успели посмотреть три основных стратегии. Первая стратегия – это образование. То есть формирование ключевых компетенций, развитие бизнеса у ключевых сотрудников. То есть формирование кадрового потенциала бизнеса. В том числе к этому же пункту я бы отметил, что не нужно по связям на ключевые должности выбирать сотрудников. А нужно по уму выбирать. Следующая стратегия – это стратегия науки. То есть создание бизнесом условий для развития научного потенциала. Ну, то есть научных проектов. И третья стратегия – это стратегия социальной ответственности. То есть не давать взятки, не уничтожать экологию. Ну, то есть то, что у нас, пример, вчера был яблоко или деньги. И быть социально ответственным. Не мешать развивать личности и обществу. В принципе, это все. Правильно я понял, что группа бизнес предлагает бизнес-сообществу Свердловской области стратегию развития? Да. А если коротко, то в чем она? Нет. Я до этого предлагал стратегию роста, но три стратегии. Основная – это стратегия образования. То есть образование внутри бизнеса. Правильно я понял, что группа бизнес предлагает бизнес-сообществу Свердловской области стратегию развития. Нет ответа, да? Ответ нет, правильный, да? Правильно. Не предлагает. Почему не предлагаем? Предлагаем. То есть, группа бизнес предлагает бизнес-сообщество Свердловской области стратегию развития, да? Правильно. Которая могла бы дать сигнал энергетике, правильный сигнал для построения стратегии развития энергетики Свердловской области. Правильно. Да? То есть, вы предлагаете свою стратегию бизнес, а понятно, что энергетика это обслуживающая отрасль, То есть они понимают, энергетики, понимают, какую стратегию надо строить для энергетики, для развития энергетики, чтобы она как-то соответствовала и обеспечила реализуемость стратегии развития бизнеса в Северной области, да? Да. А еще раз тогда, в чем заключается предлагаемая вами стратегия развития бизнеса? В трех пунктах, да? Стратегия бизнеса в трех пунктах. Трех пунктах. Да, но это три пункта, которые мы успели рассмотреть, еще раз говорю. То есть их может быть и 17, да? Может и 5. А 17 может? Может быть и 17. А когда 17 направлений, это можно назвать стратегией? Когда 17 направлений? Да. Я бы лучше выделил три. А я бы вообще одно. Можно я как смысл техник поправлю докладчика? Стратегия развития бизнеса в аспекте развития энергетики включает четыре направления развития, которые были перечислены докладчиком в начале доклада. Это четыре направления рост. Я тут поясню, мы рефлексировать начали по ходу. Игротехник. Да, Борсов Андрей, игротехник группы. Просто тут путаница возникла, потому что… У меня это точно. Да, у всех. Стратегии очень сложно разрабатывать. Очень сложно даже понимать, что такое стратегия и как к ней приступить. Мы большую часть дня посвятили попытке разобраться и дать какое-то развитие видению возможных бизнес-стратегий. Из чего они состоят? И в чем их сила? И вот к слайдам, если вернуться… Вот, да. Нет, следующий. Значит, мы собрали все возможные аспекты, составляющие тех стратегий, стратегичности, которые в бизнесе сейчас приняты. Ну то как бы из чего составляют стратегии обычно для бизнеса, для бизнес-компании. Ингредиенты вы собрали для стратегии, да? Да, ну вообще мы начали тут, мы в доклад не внесли, к сожалению, это моя вина, что доклад тут не полон, он полностью то содержание, то работу группы, которая сегодня проделала, не отражает. Я виноват, каюсь. Мы начали с того, что такое стратегия. Посмотрели понятие этого стратегии, чтобы выработать понимание стратегии и вести его в контекст. Вот, под стратегией, древнегреческое слово, принято было понимать искусство полководца. Вести войну, вести сражение, побеждать. Вот, и мы пошли от этого. Ну и попытались все аспекты, все составляющие того, как бизнесу, бизнес-компании стать сильной. То есть как бизнес собирается вести войну с ВТО? Ну, во-первых, мы исходили из того, что если стратегия это как наука побеждать, то значит стратегия должна быть сильной и делать того, кто эту стратегию использует, полководцы или бизнес. Я бы не спорил. Делать сильной. Какая же это стратегия? Развитие. Должна быть. Так какая же это стратегия развития? Или пока вы до нее не дошли? Мы это все конструировали сегодня. Начали конструировать. Я говорю, это очень сложно. Но стратегии пока нет. Сложные. Пока нету, да. Готового результата, законченного нету. Все, все, понял. Стратегии-то у вас нету. Спасибо, идем дальше. Ну, есть видение стратегии. Но готовой законченной стратегии нету. Нету. Докладчик и говорит, может быть 17, а может быть 5. А вот тут суждение написано. Нельзя прочитать? Я плохо вижу. В докладе стратегия положена как бессолевая. Филиппыч. Некто Филиппыч. То есть стратегии у группы нету, да? Законченной стратегии нету. Спасибо. Лучше бы даже с этого начать было. Да. Спасибо группе. Общество отказалось, государство отказалось. Группа разработки субъекта развития, проектирование субъекта развития будет выступать или нет? Будет, да? Ну, давайте. Давайте. Здравствуйте. Общинник Константин. Группа проектирования субъекта развития. В общем, на сегодня мы просто хотим вынести один тезис, который звучит так. Для начала развития достаточно небольшого воздействия. Я немного поясню логику, как мы до этого доходили. Мы взяли за основу нашу вчерашнюю схему. В результате обсуждения было выяснено две возможные причины неразвития. То есть, либо у нас нет внешнего воздействия, которое начнет вот эту реакцию и запустит развитие, либо у нас чего-то вот тут нет. То есть, вариант с отсутствием внешнего какого-то воздействия, он решается достаточно просто путем создания… Вот этим воздействием может служить создание некой площадки. И вот это мы попытались сегодня днем смоделировать, ну, смоделировать, создав вот здесь площадку для обсуждения. Проблем, когда… Ну, по сути, мы сделали некое воздействие на государство, которое дальше уже завернуло всю остальную кашу, заварило кашу и всех собрало здесь для обсуждения. И вроде как что-то получилось. Ну, правда, еще не совсем понятно, что. Вот. Второй вариант, когда у нас нет чего-то из необходимых компонентов, но мы сошлись, что, скорее всего, у нас нет намерения. Намерение – это человек. И дальше мы уходим уже в воспитание, в проектирование некой личности. А это пока еще не совсем готово, и мы бы не хотели это выносить. Ну, вот как-то так на сегодня. И это пока все, да? На сегодня – да. Вопросы есть? А у вас есть представление уже, что, какого рода это небольшое воздействие? Группа уже начинает понимать, хотя бы чувствовать интуитивно, да? Раз вы вот к этому дошли до этого. Ну, мы попробуем это, скажем так, из эксперимента вывести. То есть, сегодня вот эмпирическим путем получали. Скажем так, мы попробуем сформулировать. Пока не могу сейчас сказать. Не сейчас, да? Да, не сейчас. То есть, у вас опыт показал вам, или вы почувствовали, да, что, в принципе, возможно, все большое начинается с малого, да? Да. Можно суждение? Да, пожалуйста. Алло, можно суждение? Да, да. Вот, мне кажется, группа очень до чрезвычайно важного вывода дошла, только я его хочу дополнить. В общем, из энергетики известен такой закон, значит, управление посредством флуктуаций в зоне высокой неравновесности системы. То есть, если большая система находится в состоянии конеравновесном, как наша сейчас система российская, в состоянии катастрофы, то на границе устойчивости, да, она может управляться самыми малыми воздействиями. То есть, если, ну, скажем так, вы назвали это намерением, это значение сейчас не имеет. Намерение или мысль, если она подумана точно, то она может прийти к изменению всей системы. Но, как бы, для этого она должна находиться вот в этой зоне. То есть, не просто в чьей-то голове, а именно в зоне неравновесности. То есть, эта мысль возникает в окружении, в контексте и так далее. То есть, просто так само воздействие, как изолированное, рассматривать невозможно. И тут-то и возникает вот этот пресловутый тезис о системности. То есть, вот тут очень важные моменты, которые, может быть, на игре и не разработать, но которые, так сказать, нужно зафиксировать и отложить на будущее, стратегически, я бы так сказал. Спасибо. Спасибо. Константин Филиппович. Спасибо. Вот это хорошая идея. То есть, не в любое время, в любом месте, да? Да. Не время и не место может быть сейчас, например, или чего-то. Нет больше вопросов, суждений? Спасибо. На этом мы заканчиваем доклады сегодняшнего дня. Есть ли у группы методологического сопровождения какие-то реплики? Кто-то что-то хочет сказать по поводу сегодняшнего дня? Ну, у меня есть, конечно. То есть, вот, можно, да? Да, конечно, Константин Филиппович. Я думаю, что, если вы хотите, чтобы выводы и тексты, и доклады, в зависимости от степени приближения разных групп к этому проблемному ядру. Вот. И, как бы, в известном смысле наблюдается взаимодополнительность. То есть, скажем, группа энергокомпаний показала четко, что стратегия – вещь целевая, и что она должна, так сказать, каким-то образом выстраиваться логически. Это не значит в соответствии с какой-то логикой, а значит, что в реализации целевой стратегии должна быть логика обязательно. Не обязательно однолинейная, может быть сложная. Другая группа, значит, наоборот, растидула целый спектр. И говорит, что стратегии могут быть разных типов, и нужно обязательно обеспечить пространство выбора и так далее. Следующая группа, вот сейчас, значит, я начинаю, так сказать, наперед, что вышла на вот на само управляющее воздействие, которое необходимо рассматривать в связи с образованием субъекта развития наряду с причинами и условиями. Вот. В этом смысле сегодня уже день результатов, то есть энергетическая, как бы сказал, наполненность она меньше, но результат довольно интересный. Я бы даже так сказал, что такого рода дополнительностей и такого рода результатов у нас на играх еще не было. Это проходит так тихо под сурдинку, но, тем не менее, стоит это фиксировать и что-то, значит, с этим делать. Я вот там, значит, параллельно вел конспект, АДИ, 10 общепленум, ссылочку всегда я тебе дал, значит, та же, что в те дни, сегодня, по-моему, забыл тебе быть. Потом я в гуглах каждой группы, сегодня, не у всех, правда, успел отметиться, по пятому дню, и в гуглах, значит, всех выступающих групп, я там, значит, параллельно комментировал, параллельно комментарием, значит, в гугле АДИ общепленум, я переносил туда в гуглы групп, то есть конспекты групп. Вот. И у меня такая просьба, значит, при эфиксии, ну, гляньте, пожалуйста, кратко. В принципе, это все говорилось, просто сейчас это там расследовано по группам, то есть такие критические замечания, которые, как сказать, фиксируют, вот, как движение смысла, его дефицит какой-то. Ну, с моей, скажем так, точечной зрения, однобокой. Ну, вот, если в двух словах, чтобы не занимать время, все, спасибо. Спасибо, Константин Филиппович. Коллеги, еще кто-то хочет выступить из группы методологического сопровождения? Спасибо. Пока нет, да? Хорошо. Давайте сегодня мы нашу работу завершаем. Я бы что хотел, чтобы мы сегодня сейчас немножко хотя бы, но поработали в группах в режиме рефлексивном, чтобы понять, что сделано, что не сделано. Я прошу обратить внимание, что даже при, в целом, понимании группы, что нужно делать, и, в общем, правильной работе, все равно надо работать аккуратнее. Вот здесь выявляются такие вот вещи, например, там, голословность. Надо уйти от этого в сторону большей убедительности. Скажем, вот про стратегичность я говорил, да, она должна претендовать, эта мысль ваша, она по масштабам, по теме дня, на стратегичность. Ну, и не забывать о реалистичности. Потому что сегодня мы практически и тоже наши продвижения, и нам надо как-то их во что-то будет оформлять. Оформлять надо будет что-то целостное. Я понимаю, что сейчас нет обязательности. Сейчас можно выйти с идеей, которую проверить, верифицировать, да, через обсуждение. И дальше можно оформлять это дело. Ну, и сосредоточились на этом. Но, тем не менее, все равно надо потом это все доводить до, ну, как бы, до развернутого текста полного. Вот. Прошу провести собственную такую проверку, что сделали, что не сделали, что нужно делать в целом. И программа наша будет выглядеть так. Сегодня у нас, что, песни поем? Сегодня у нас караоке обещалось, по-моему, да? Вот я прошу все равно минут 15-20 хотя бы, да, до без 15-12 провести время в группах. О, 11, да? До без 15-11. Вот. А потом у нас еще будет время там на отдых. Завтра в 9 часов к нам, видимо, здесь приедут или будут выступать эксперты по теме дня. Возможно, вот как раз коллеги наши, которые нас сейчас слышат, тоже выступят со своими какой-то информацией, предложениями, осуждениями по поводу вот этой задачи последнего дня. Обратите внимание на тему. И в целом, в целом задачи итога игры, каким он должен быть. Вот надо разобраться, какой должен быть итог игры у группы. Надо над этим подумать. Я предлагаю сейчас, прямо сегодня об этом начать думать. Завтра к нам вечером должен быть приехать Александр Александров Александрович, руководитель департамента внутренней политики, губернатора Свердловской области, администрации губернатора. Видимо, другие гости приедут уже в субботу. Я выясню завтра с Семиряковым его приезд. Возможно, завтра подойдет еще бывший директор вертогресс-кагресс Анатолий Иванович Брызгалов. Мы с ним разговаривали. Он вроде откликнулся на это дело. И вот по теме, какие энергетики нужны энергетике, не исключено, что мы можем как-то для себя что-то понять, сообщение, скажем, с ним. Вот такие ожидаются у нас на завтра планы. То есть мы движемся по графику. И завтра, обратите внимание, последний рабочий день. Нам надо об этом помнить. Мы уже последний креативный шаг. После этого нам надо будет уже оформлять все, что у нас получилось. Спасибо всем. Пожалуйста, в группах соберитесь. Подведите итог, наметьте свои задачи, откорректируйте свои планы. И идем отдыхать. Продолжение следует... Продолжение следует...